друзья всем привет если вы меня видите слышите поставьте пожалуйста лайк сразу всем привет всем привет добрый вечер привет швейцария львов харьков и все 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 так сейчас тыщенка подключиться начинаем идти по плану нашему да друзья кто заходит сразу ставьте лайки разгоним стрим байден о гарантиях на примере израиля ваша теория в деле я это сколько месяц назад найдите у меня видео будем ли мы в нато я там сказал что так оно и будет руки прочь от светана что у тебя за истерика по поводу высказываний светана он имеет право на собственное мнение а ты начал истерику согласно катехизис евреев ссср во первых истерика у вас сейчас а я просто высказал свое мнение как еще много много людей ну не так чтобы много очень скажем так для меня достаточно людей из еврейского сообщества которые высказали тоже свое негодование но пока по тексту истерика только у вас вы можете пойти поцеловать его губы например но только не на моем стриме света на имею ввиду херсон светло 0 делюсь на power банку кошмар но спасибо вам так не камеру не менял чем можно спонсоровать из криптовалюты и репрессованные сбу на может это золото засветить и перекос поставлю в этом в крипте я уже нашел сервис для донатов люди просили присоединю привяжу его что делать с обычными средними школами тоже все делать частными нет не все 80 процентов на первом этапе трамп пророссийский потому что он банкротился ему помогли то есть путин сказали мне у вас серьезные источники я только могу сказать тем кто не знаю что трамп в книге рекордов гиннеса как человек который потерпел самый большой финансовый крах а потом вернулся в плюс 500 миллионов долларов часто него больше я вообще говорю за что он там но ваши серьезные ваши источники это прям топ-топ конечно польша союзник друг союзник ладно поехали 1200 человек друзья лайки не забываем первое что хочу сказать очень для меня бросилась в глаза что зеленский не поздравил публично залужного с днем рождения что имею ввиду да он там видео обращение своем перед этим сказал что я там поздоровал залужного потом он не сказали во львове там тоже сказал об этом но мне кажется что нужно было сделать так как это сделали все остальные даже ермак но я же говорю можно с ермак действительно уже окончательно президентом стал что ермак поздравил залужного выставил фотографию с ним там рядом мне кажется президент должен сделать то же самое был так что все эти слухи и каких-то между ними тренинг все-таки видимо имеют место быть я другого объяснения не нахожу я уже будет задавать вопросы поэтому просто послушаю наталья не надо бояться задавать вопросы просто перед ним подумайте потом пишите но я в любом случае вам благодарен за присутствие почему наши источники ты умножаешь на 0 а ха ха а мы твои должны да не верьте не верьте не верьте я вас ничего вообще не заставляю делать у нас же не у т1 у т2 у т3 нажали кнопочку выключились и не верьте не моим источникам не мне 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 вообще верить не надо верьте только себе так значит идем дальше по поводу случая там было много вопросов граната в суде граната в суде это был приговор как для судебной системы всей украины для правоохранительной для всего и для общества тоже я не склонен не отбеливать этого парня который это учудил я объясню почему мне начинают там писать и рассказывать что это был какой-то святой человек но это святой человек был задержан за митинг под верховной рады где он бросил гранату в четырех нацгвардейцев это первое второе я вам скажу даже супер матерый криминал не в состоянии сделать так в большинстве случаев чтобы ему передали гранату в зале суда это ну так такие святые люди как и многие из вас видят этого парня у них нет таких возможностей поэтому людей часто заносит в одну или другую сторону вот сегодняшний пример два чудака на кабриолете пыжо въехали в киеве на броварском проспекте в заправку кло она взорвалась 8 машин пострадала люди в больнице я вообще не знаю чудом никто не погиб я думаю ожоги будут там серьезно и я хочу вам сказать и мне тоже человек присылает денис осветите пожалуйста эту ситуацию как будто вы журналист или я расследователь какой-то я не осветить эту ситуацию значит вот там люди накинулись в комментариях это совершенно другая ситуация я единственное что мне не нравится когда таких случаях начинают под бахмут или на фронт отправлять но негодование людей вполне понятно сейчас и так достаточно горя и беды и стресса и нервов чтобы еще в бытовой жизни такое делать и здесь какой фактор но я вам честно скажу я бы на кабриолете даже на бюджетном во время войны бы не ездил в киеве потому что это злит людей это не соответствует общей картинке происходящего ну вот и все поэтому тут надо тоже очень на все смотреть нельзя скатываться в одну или другую сторону быть предвзятым нужно пытаться быть объективным я хочу обратить внимание всех что сегодня путин снял генерала герасимова с командующим как бы военным командующим армии россии в украине а генерал герасимов это тот чудак которого упоминал заложенный своих интервью что-то единственное ну как бы он говорит врагу нужно относиться к с уважением то есть заложенный тоже против шапки закидательства и он говорил что он читал этого герасимова следил то есть я так понимаю что этот герасимов был действительно серьезный военный и его путин сегодня снял то есть командовать русскими войсками в украине российскими будет то-то другой теперь дениса витания вам че мониторит наша завлада рейтинги трампа что до майбутнего президента че бояться вон и его бояться как в огню звестно мониторить давайте теперь поговорим по поводу информации про тайные переговоры сша с россией которые опубликованы были в американской прессе многие тоже писали спрашивали мое мнение мое мнение правда но мое мнение правда это происходит между серьезными военными в отставке там бывшие дипломаты ну то есть такие люди которые знают как это делается и о чем говорить поэтому не знаю для меня это как плюс я рассматриваю если украины берут нато сбриваете бороду хорошо только что такое берут нато во вторник объявляют что украина в нато ну-то танки ведь даже теоретически невозможно как относитесь к андрею пентковскому трепло такое трепло ну просто здравом уме его никто не слушает я вам сразу скажу была новина что заложены изменил одесского военкома выходит за его відповідальниця на министерство обороны я еще не пытался досконально в этом разобраться так как мне объяснили что это відповідальность была сырского добрый вечер денис спасибо застрим можете поделиться своим мнением почему политики сейчас очень активно повышают градус напряжения в обществе мне кажется что они специально накаляют людей не не специально они это делают им это невыгодно это от их дурости так происходит да всем привет то присоединяются друзья лайки не забываю про залезничную дорогу в сша не могу разговаривать ты не вивчал питание и не користовался бегусь по бубке я это я и так знал что бубка это вата и я бил эту тревогу еще до войны я же вам рассказывал я там как бы публично не был представлено так фейсбук иногда пар выпускал там что-то писал какие-то посты особенно спорт это же моя профессиональная тема и про губку и про гудсайта и спортивные журналисты там центральных сайтов такие то что ты там рассказываешь а сейчас сами ой это все так убого друзья еще раз напомню значит во вторник стартует саммит нато он продлится с 11 до 12 июля я не знаю какое там расписание по времени подозреваю что все начнется так активно где-то в 11 12 часов в моем часовом поясе я еще буду спать самое ранее когда я могу выйти в стрим это где-то по киеву 16 00 вторника я проснусь открою новости и посмотрю если события будут как бы серьезными там будет череда разных событий и это еще можно освещать онлайн я во вторник выйду сразу же у себя это будет утром там не знаю часов 8 9 у вас то будет там 15 16 00 будем это обсуждать так как это было в случае с пригожиным пару часов посидим на стриме я провел голосование телеграм-канале большинство людей большинство людей интересно давайте теперь самая тема недели это мое видео про арестовича и там тоже сказал то что я написал получил неоднозначную реакцию но я уже как бы вам рассказывал иногда я делаю такие тесты для аудитории виде постов виде там видео это был очередной тест но ничего не прогнозируемой для меня не случилось кроме одного два человека написали а шо ж ты там против доротича выступаешь который выставил разумкова у себя а по моей информации он как бы присоединится видимо к этой политической силе новой разумкова или туда куда разумков но это не важно это не играет никакой роли а тут арестович я хочу вообще это объяснить все происходящее с арестовичем сейчас с вами это обсудить и конкретно на этот вопрос ответить так вот разумков вообще-то был не просто политиком и не просто у власти в разумкова за уши во власть затащила имя зеленского более того разумков был на одну секундочку главы верховной рады украины но это так 2 3 позиция вообще-то в стране на секунду тоже поэтому человек ничего не сделал прогрессивного он просто там сидел и если вы помните кто я-то смотрел регулярно заседание верховной рады если вы помните как вел себя разумков это такой жирный кот который развалился в кресле и так еле поднимая глаза вот так вот он уже чувствовал что он просто первый после бога ни одной инициативы у него не было он был таким такой молодой литвин кто еще помнит как литвин вел заседание в верховной рады тоже подонок редкий вот так вел себя разумков молодой но совершенно пустой чем-то это похоже на гройсмана который вел себя как такой такой уже опытный такой член ck кпсс такой конкретный коммуняка такой которому же лет 60 по советским меркам уже от одной ногой в гробу вот так себя вел какие-то ленточки перерезал примитивные бабушек обнимал вот себя так вел гройсман также себя вел и разумков а теперь когда разумков начинают себя выставить борцом за предпринимателей так это просто чушь смешно и самое главное это шанс дать такому разумкову который уже был у власти и все показал даже если у человека нет мозгов и ему нравится разумков он был уже у власти отец его туда туда работал с кучмой я вообще не знаю что его отца делают таким великим вы понимаете вот чем разница арестович не было власти его можно обвинять во всем чем угодно он не был у власти то что он работал в офисе президента это работа быть говорящей головой то он был спикером глупости наговорил врал всем конечно будет ли арестович дальше врать но вероятнее всего будет я не объявил объединение с арестовичем просто арестович сказал те вещи которые я говорю может 45 человек вообще в принципе медийном пространстве сейчас озвучивают сейчас все только одно место вылизывают офису президента все эти медиа помойки и не помойки более-менее приличные там сейчас все одно поэтому чё так все возбудились спалашились я вообще за справедливость я вам больше того скажу если завтра зеленский станет на правильный путь я буду поддерживать зеленского потому что у меня интерес украина у меня не интерес кого-то скинуть кого-то подвинуть я не борюсь ни за какой портфель это большая разница те все ваши любимчики про которых вы а как ты относишься там вот кому-то и чаще всего это какие-то люди которые у власти были или есть они с партийной кассой связаны вы понимаете если вы не понимаете как это выглядит я вам объясню например человеку привозят кэш в месяц там 7 8 10 15 тысяч долларов его задача лепетать языком ему дают медийную поддержку его разгоняют сми которые принадлежат этому политическому клану алексей гончаренко миллион подписчиков набрал ютубе миллион подписчиков друзья у него там сидит каролина ашион кстати которую я как бы знаю лично и вещает там которая была на канале прямой это все журналисты под порошенко которые они там стримы ведут интервью то есть это уже сми канал алексей гончаренко это уже сми миллион подписчиков я вам скажу если даже гончаренко завтра уходит от порошенко с миллионом подписчиков это очень серьезно он уже самостоятельный игрок в политике он просто это пронюхал и серьезно занимался этим всем сейчас мы дойдем до азовцев это все в плане стрима есть давайте друзья нельзя так что я рассказываю одну тему вы вопросы задаете другие все в плане стрима есть мы только начали 15 эфире сейчас все будет сегодня обещаю делить больше времени вашим вопросам не переживайте главное оставайтесь на стриме ставьте лайк подписывайтесь здесь подписывайтесь телеграм-канале становитесь спонсорами канала вижу новых два спонсора большое спасибо поэтому такая вот ситуация с арестовичем я могу только повторить военные это никто не собирается устраивать соревнования с военными я себе отдаю отчет я у меня мыслей такой нету все это сейчас самые важные люди после войны все дань уважения вообще без вопросов никто с ним я во всяком случае с ними точно не собирался не собираюсь конкурировать это смешно и глупо просто-напросто но кроме этого есть масса проблем я вам хочу анонсировать на следующей неделе вероятнее всего это будет вторник выйдет очень серьезное видео очень серьезное видео где я вам расскажу некоторые вещи вы не знаете это будет видео посвящено зеленскому его власти и вообще как он управляет и очень важным моментом и я так просто слушаю по арестовичу и по всему и по мирным переговорам вообще по войне многие люди вообще не понимают что происходит но я вам сегодня могу так приоткрыть небольшую тайну по моей информации не ну скажем так не проверенный но такие слухи тоже так никто в голову не придумывает 24 августа зеленский объявит о выборах это у нас день конституции правильно я помню вот и все по зеленского готовится партия военных то есть будет помимо главной партии типа слуги народа будет две партии сателлита одна партия будет партия военных вторая это группа давира почитайте верховной ради кто это возглавляет это только пока вы видите голобородька со слезами на глазах красивые видосики вы должны понимать что на самом деле делается политика что касается возвращения парней с азова командиров по-человечески я рад всегда когда освобождают любых пленных вы все видите эти видео люди целуют землю все худые как после концлагеря это это страшная штука это not настоящая война это никакой романтики быть не может то что эрдоган исполнил такое против путин отдал азов это круто но я прошу всегда но зелеботы это не не услышат никогда как и пороха боты про пороха никогда не слышат вчера был самый настоящий пиар на военных во львове все там всегда вы заметили ермак в самолете ермак я такой я не видел такого ни в одном президенте я наблюдаю специально за многими президентами я не вижу там никого он без него шага не делать зеленский он некомпетентен раз второе ермак захватил его просто как и богдан был я же говорю когда ты некомпетентен всегда будет такой прицеп возле тебя но у меня большой вопрос понимают ли сами военные что на самом деле происходит и военные должны делать свое дело это безусловно а вот то что делает зеленский люди просто-напросто не видят на этой неделе очень много негатива было очень много было негатива против власти одно другое 5 10 35 негативные новости за эти тарифы ладно даже не неделю две а может быть даже около трех недель ну очень много негатива в сторону власти касательно всего и тут такой резкий позитив им это было нужно вы понимаете это было нужно военные заложники в этой ситуации помимо того когда ты в плену у путина это одна ужасная история и страшная они еще заложники здесь они же не могут попереть против президента даже если не понимают что происходит но я всяком случае не верю такое вы понимаете они вы конечно должны с ними обниматься целоваться конце концов их там власть договорилась действительно освободила но эта политика для офиса президента это политика надо это просто понимать и все это не так просто и тем люди продолжают верить в красивые видео закадровая музыка правильная подобранная профессиональными очень людьми все фотографии порадоваться за этих людей за пацанов безусловно да но дальше нужно включать голову давайте сейчас вижу много вопросов на эту тему денис добрый вечер че варто засу повертать из север-донецка и лисичанск я не военный не могу давать таких этих оценок я на все могу давать только здравый смысл и политическую оценку а военное это дело заложено друзья ну вот сейчас у нас идет июль 9 июля двадцать третьего года мне продолжают писать про открытие границы мне еще 25 раз повторить границы не откроют даже после окончания войны границы начнут открывать первой категории через три месяца после окончания войны потом еще через три месяца следить по студенты сначала те 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 и так на год это растянется прям всем раньше чем через 9 месяцев после начала войны но в самом оптимистичном полгода никто не откроется вы должны это понимать но смысл это писать на стримах мы сейчас о другом вообще говорим и тут не детский сад турция круто на россии зарабатывает нефть туризм все можно да но сейчас у них будет осложнение в отношениях после того что эрдоган сделал надо просто всегда понимать что эрдоган такое сделал против путина он всегда сделал может сделать что подобное против зеленского как и любой диктатор так денис в темах эфиру и ленд-лиз если хотите то можем поговорить о ленд-лизе вы прекрасно знаете просто другие так хорошо уже эту тему осветили там тот же любарский я уже не вижу смысла делать видео может быть конечно и сделаю когда говорил гарри табах любарский я диаспора юэй максакова ленд-лиз 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 романенко что сказал любарскому послал его на три буквы я кстати говоря два видео сделал защиту защиту любарского тогда он его послал на дебаты не согласился я рассказали арестович развалился рассказывал что шара дают надо брать ермак рассказывал форсии что шара надо брать а все оказалось не так я в телеграме себя выкладывал перевод этого закона тезисе там вместо меня сделали женщины со ссылкой на них я сделал поэтому что уже об этом говорить я думаю что игра по ленд-лизу гораздо более глубоко и там не так что одни попросят другие дадут там то там нужно ну что вам сказать это не для зеленского одним словом денис пожалуйста приходите в гости на диаспора юэй а как вы можете меня приглашать если вы не имеете отношения к этому каналу привет это хорошо это хорошо шо ли что зеленский привез командир я знаю видел что они морю повлитворили что скажете ваше мнение спасибо я уже все сказал только так денис залужный по вашему мнению может пойти в президенты даю на это процентов 20 от силы мое почтение увидел выступление залужного на фоне красно-черного флага портрета бандеры я часто я чего-то не понимаю ваше мнение пожалуйста криворог ну пора бы уже понимать если вы с кривого рога и полтора года идет война бандера используется в пропаганда в нашей пропаганде контр-пропаганде как символ сопротивления и троллинг россии что они здесь думали бандеровцы есть что надо это объяснять не отвлекайте по глупостям пожалуйста який сенсор догана ведь давать и наших военных ну весь же какие-то значит договоренности зеленским что-то должен зеленский взамен сделать или уже сделал до этого денис видел как технично зеленский сменил командовать чай нг у и поставил человека который положил молодых пацанов в одном количестве только читал личность нового не изучал главы так кто вообще на стриме поднимает вопрос об андере я вообще хочу друзья сказать значит такую тему по поводу этих всех вопросов и все то что творят люди между собой и я вам скажу такую историю значит в инстаграме увидел есть я не буду назвать бренд я даже не помню какой-то бренд одежды его шьет и брендом владеет парень он гомосексуалист из украины пытался зайти в какой-то ночной клуб в киеве там стояла группа чудаков его короче сильно избили все остальное он это выложил в инстаграм камень сразу комментарии военного ну понятно там да вы понимаете что он ему сказал за него начали заступаться и этот военный пишет ну в зсушник значит экономический фронт это культурно буду все это вам рассказывать экономический фонд придумали трусы чтоб не воевать а я вот это вот а вы по ночным клубом и такой агрессивный его многие начали там как бы попросили что не надо так говорить и к людям относиться типа вы защищаете этих людей где логика зачем вы нападаете и я вижу то как развивается интенсивно вот эта нехорошая ситуация ненависть между собой на той или иной почве осуждение и частично этому будет моё посвящено видео которое я вам анонсировал на следующую неделю эти все вопросы должен решать президент украины потому что пока он к этому проснется ему его окружение не подскажет там заняты все зарабатыванием денег пока он проснется уже поубивают друг друга кто-то да все очень серьезно и я хочу вам сказать что нужно всегда держать голове что то что нас объединяет гораздо важнее того что нас разъединяет язык на фронте не на фронте если ты за украину украинец все больше ничего не нужно если мы хотим что-то построить а люди ищут тут сейчас про бандеру человек спрашивает тоже нас разъединяет зачем вообще тем более сейчас много гораздо важнее вещи которые нас объединяют их больше и не важнее но это не я должен вам на стримах рассказывать о зеленских в обращениях к нации и не вот этих ежедневных кстати вчера он первый раз текстово уже обратился может я думаю же прекратить наконец-то вот эти вот блоги записывать обращение к нации раз в месяц и по делу как людям жить вот что нужно делать они новости нам зачитывать перечитывать ладно не буду повторяться поехали дальше я думаю любарский с вами не идет на контакт так как он не любит трампа других причин не найдут да возможно вы правы да да возможно вы правы но это такое дело я предлагал там есть такой михаил портнов из калифории вообще за демократов я понимаете я не делю людей даже вот по политическим каким-то интересам плане там республиканец я на другое совсем смотрю и многие забывают что после войны придется уживаться вообще в одной стране воевал не воевал кто-то уехал от страха не уехал богатый бедный зелебот параха бот еще кто-то против всех как мы с вами понимаете вообще-то все и когда приходит президент то он для всех президент сейчас зеленский президент он президент для параха бота в том числе а люди где-то уже отсутствуют мозгами в другом месте один из танко строительных заводов станет у акционерным обществом работаю там понял так дальше иду по вашим вопросам ваше мнение насчет происходящей ситуации в украине какие перемены ждут в будущем не страшно думать про вопрос не понял он не конкретный извините чему чему на ленд-лиз разповів на уменка три программы допомоги цены ясно так привет из италии днисс рада вас слышать привет и вам если будет возможность спильного видео с арестовичем можно переменить его аудиторию я открыто сейчас предлагаю напишите арестовичу кто подписан зову арестовича на подкаст записать подкаст без разборок по теме того что он сказал потому что наши с ним мнения полностью совпадают то что он сказал в этих видео это гораздо важнее того что говорил зеленский год своих видеообращениях зеленский был важен ежедневных видеообращениях самой острой фазе тогда это было правильно первые три месяца потом надо было это перестать когда ситуация выровнялась надо было перестать и кстати да многие люди замечают и и спасибо абсолютно вне всяких сомнений подтверждается информация что меня посматривает этот вот медийное подразделение в офисе президента может быть не только медийные они просто подворовывают и мои тезисы в выступлениях и программах пункты и все они ну мне не жалко было бы если бы они воплощали так как я задумывал и говорил это не только мои идеи это идеи всех стран которые реформировались но когда это все переворачивается кайковержится корякается ну так это смешно просто все выглядит так портится с чиновник испортить любую самую классную прогрессивную идею я вам отвечаю за я видел этого даже за время своей экономической активности миллион раз лачен забирают зеленые купюры в кассе у оп или просто недалекий просто ничтожество я так скажу один забирать деньги не знаю сколько у нормального государства должно быть министерст да мы щас как-то считали внутренних дел юстиции что там еще мы считали там экономики финансов ну условно говоря ну не знаю четыре может быть вы забываете еще друзья помимо того что это там зарплаты содержания в да здание где не сидят здание где не сидят как правило то центр города киева топовые места где цена квадратного метра зашкаливает под приватизацию все все под приватизацию иностранные отели по выкупают торговые центры сделают или отель или шоу-шоу годно громаднейшие деньги и налоговое поступление спокойно можно в бюджетных бизнес-центрах где там ну не знаю когда и уезжал сколько это стоило там не значит 300 400 гривен квадратный метр арендовать для министерства или департамента спокойно сидеть на левом берегу киева на сахарках на позняках на борщагов вообще него разгрузится так даже центр города пробок не будет я вам это на полном серьезе говорю и тоже нужно было делать с офисом президента с администрации президента то что приватизировать его это еще исторические там разные моменты на ура а президент должен был переехать так как с акашвили прозрачное здание ну это все что говорить причем не обязательно было строить можно было арендовать это все делается чего-чего офисных и торговых центрах киеве выше крыши как относились к новой соцсети цукерберга уже испробовали я пока колеблюсь нужно это мне или нет пока только слышу читая об этом денис не могу понять зеленский сам говорит выборы после войны потому что время военного положения нельзя и они сами подоляк арестович все говорящие головы говорят нельзя проводить выборы значит мы чего-то не знаем и эта информация которая вам дал я сказал это непроверенный источник недостоверный но такие слухи не совершенно точно что они наняли айтишников точно это знаю для допиливания и точно знаю что политтехнологии на полную катушку работают знаю сто процентов друзья поставьте лайки пожалуйста по поводу саакашвили тоже много вопросов решил два слова сегодня сказать у меня к нему отношения не однозначные он сделал косметические реформы идеологически правильного но грузия осталась нищий сейчас грузия нищая и там только благодаря американским инвестициям они всплыли там туризм в то время там все равно и сндс там налоги простота бизнеса это тоже кстати показывает что просто административные реформы открыть фирму за минуту и закрыть это прекрасно и должно быть но это не является причиной прям инвестиций или экономического бума все-таки налоги честные суды это важнее корпоративное право много чего другого грузия нищая сейчас грузия в ужасном положении мне жаль грузин и я даже частично разочарован я думал что они никогда больше не позволят российскую направленность у себя в стране они сейчас допустили это для чего сакашвили туда поперся я вообще всегда говорил если президент а он был президент а когда ты раз президент тебя уже всю жизнь называют господин президент это ну все это космос он начал к порошенко на какую-то должность ты же уже опытный человек более того ты учился с порошенко ты знаешь уже что это вообще за человек за личность ну зачем ты к нему нет попробовать пожалуйста и может даже пиар себе на этом сделать это это как бы стратегически правильно было но ты видишь что тебя там просто это вот с аваковым перепалка ты видишь что тебя здесь пытаются сделать клоуну тебя здесь девальвирует выступе скажи я приехал реформировать разорви его в клочья в грюкни дверью как он умеет и уедет начал бегать по крышам прорываться через границы но это все равно грузин и президент грузии сакашвили при всем нашем там любви и уважении к нему это таможня это вообще все не его уровень и там кроме того самое главное была экономическая ошибка сакашвили по сути пытался делать то что нам обещал зеленский сакашвили хотел поставить на одесскую таможню убрать нечестных поставить честных помните там такая девочка лет 25 работал я забыл как ее фамилия но никто не будет платить 40 процентов налогов пошлины всего остального но если вы завозите товар за 100 долларов вы не можете 140 уже делать себестоимость а потом еще на этом что-то заработать в стране с ввп по 200 миллиардов долларов самой нищей стране европы с низкой покупательной способностью но так это не может работать нужно было бороться за снижение налогов кучу кучу всего другого упрощение администрирования да он зашел по-другому на этом было сделано много пиара но я не об этом не получилось потом что так зеленскому там его порах ли дал гражданство лишил зеленский вернул он сюда пытал нет у тебя уже уровень ты уже господин президент ты или идешь минимум министром минимум министром или ты как там тоже ходорковский общественный деятель освещаешь перри можешь там посредником каким-то быть ты в политическом поле но без должности ты уже сам по себе серьезный человек но вершиной его он заложник возможно характера дурости это был поступок аля то что сделал россии навальный поехать грузию знаю что у тебя там масса недругов и кстати говорят сакашвили уже в конце своего срока были в диктаторские замашки там же тоже избили людей знаете на площади вся эта история водометы по моему были то есть это плохо все что он делал он за того он как думал он думал я поеду как в киеве по крышам положу выйдут люди оказалось так что в украине у него больше сторонников чем грузии и в украине хоть как-то тут есть бизнесмены которые там где-то там с властью трутся вернее с бюджетом они там его финансировали там ему и охрану и квартиру и и пиар создать и в прессе и людей нагнать акции эти финансируют короче как-то это все шло грузия это микро страна и микро деньги на фоне украины и его там подзабыли выросло поколение которого вообще знать не знает кто-то разочарован он не получил этой поддержки он сел в тюрьму уже попал в тюрьму увидишь что уже все пошло не так и шевелись есть возможности он еще давай объявить голодовку уничтожил свое здоровье еще не дай бог умрет то что вижу на фотографии но точно здоровье подорвался и навсегда думаю лет десять-двадцать жизни своей себе уже срезал зачем вопрос поэтому я вам тоже людям меня тоже многие не так понимают я я не мученик ну это не моя история то что делать навальный саакашвили это вообще не для меня поэтому и врагов у меня таких нету я просто говорю правду и не занимаюсь лицемерием таким как занимаются очень многие крупные бизнесмены в украине и ну про политика я вообще молчу но кто-то должен же говорить правду кто-то должен назвать на букву гена то что им является сейчас но мы лицемерием уже до войны дожили может хватит вот это все чем я занимаюсь не более того еще раз вам скажу завтра зеленский будет вести политику согласно моему мировоззрению искренне и почистить свое окружение я первый буду его поддерживать и все вам говорить голосуйте за него вообще ничего лишнего это то что правильно заметил арестович что когда кто-то критину кто-то он себя наверно имел ввиду надеюсь что нас когда мы его критикуем по крайней мере те 45 человек там каких я назвал я балашов себастинович арестович может кого-то упустил мы хотим для украины лучшего они заменить зеленского на того кого нам на мне ни на кого не надо мне нужен президент чтобы у меня были низкие налоги честные суды я жил на своей родине и все и все могли говорить то что они хотят свобода слова это основа без этого ничего не будет показала уже мировая история все а не какую-то фамилию что тому же гончаренко у него партийная касса я нам разницу рассказывали геолера спортивная касса им нужен порошенко у руля мне нет огромная разница вы просто не понимаете вот говорят а как же ты не упомянул геолероса он говорит правду а вот так кстати геолеросу я написал четко комментарии у меня птичка вы знаете верифицирован канал невозможно не заметить мой мой комментарий и люди про лайкали он видел я говорю давай подка запишем проморозился тоже многом говорит поехали дальше зачем ссора спонсирует леваков чем выгода во первых финансовыми рынке такое как бы нельзя сказать управление спекуляция финансовыми рынками 2 это просто как бы развлекалого такое не знаю кто финансирует алабачния торонто это все пустое неинтересно так до нас кули искали спасибо вам большое вот человек зашел уже нас каждый эфир кто-то дарит массово спонсорство огромное спасибо это наверное люди которые не хотят светиться на финансово поддерживать большое спасибо сергей жирнов век шпион кгб не знаю кто эти но дайте угадаю гордон кого-то вытащил да со своих кгбшных связей вот напишите правили нет федерация или конфедерация с польшей возможно хороший вопрос уже нет и уже не надо нужно было делать фидеры об этом буду об этом отдельно дальше говорить видео нужно было делать федерализацию у нас свою сразу после распада советского союза и причем не обязательно каждая по примеру соединенных штатов америки не каждая область даже там отдельный как штат или федерация конфедерация неважно три четыре западные области которые живут в этой ментальности в одно объединить центральное в другое южное в третье восточное четвертое это тот случай то что вам сказал сейчас что то что нас объединяет гораздо важнее того что нас разъединяет мовы герои исторически все остальное и тогда не было бы ни крыма ничего и все бы решали свои локальные налоги вообще другая система координат должна была быть просто по примеру соединенных штатов америки не сделали кстати говоря вячеслав черновол был тоже сторонником этой идеи насколько он был красавец и тогда была допущена первая роковая ошибка проголосовать за кравчука вместо черновола был бы черновол мы бы не получили ни одной проблемы с той которую мы имеем сейчас я думаю что мы сейчас были где-то бы наверно шестые в европе по ввп я считаю если был черновол родители в оккупированной лепетихе думают уже брать рус паспорта идти официально работать иначе жить невозможно как думаете будут таких людей проблемы после освобождения дай бог если она будет я могу вам сказать так в таких ситуациях если безвыходно приходится то что я слышу читаю приходится поэтому тут такой но я слышал ужасные истории когда в херсоне ходила полиция и на глаз определяла сепаратисты или нет короче как всегда в нашем государстве я просто мне очень жаль людей которые оказались такой сложной жизненной ситуации это что-то просто нереально Денис ты так и не ответил почему видео татары и ты удалил мою ссылку на аналитику преступлений татарова складывается впечатление что ты говоришь одно делаешь другое у меня утомляют такие люди как вы во первых youtube есть внутренняя встроенная система цензуры он часто удаляет сообщение сам но вы уже обвинили меня я мог удалить ссылку на другой источник ваша реклама хотите рекламу это платно вот и все может там автор который мне не нравится я не помню у меня тысячи комментариев не запоминаю всех но ваше вот это вот примитивное мышление говорите одно делайте другое до свидания выходите и всем будет проще жить а где черняк говорят у него заводы были в рф но не знаю он же резидент соединенных штатов я читал что он переоформил свои заводы в россии там на русских чтобы не тронули ой это такой лицемер я не хочу ним говорить вообще но одно могу сказать такие как черняк всегда будут на коне но я не такой внутренне ничего не могу с собой сделать так поехали дальше показал последнее видео вопрос ко мне почему это денис сидит в майами у нас не преследует журналистов я не журналист что такое преследует я рассказывал свою ситуацию это вообще смешно когда меня называют журналистом реально нет коломойского не выдадут никому что скажешь о каналах цензер нет шоу бисики цензер нет надо смотреть и слушать но вот эта вот девушка которая это наверно блондинка ведет шоу бисики ну они все с надутым таким эго ну просто мама да бигус а такая какая-то девушка это ну для меня это смешно просто ну видимо они тоже нужны так идем дальше по стриму так да друзья хотел еще затронуть тему вот мне часто пишут объединяйся с тем люди часто пишут список вот список там 45 человек прям одним сообщением а почему ты не объединишься с тем с теми с тем я не могу до сих пор понять как люди вообще видят какое-либо объединение но если есть система координат в которой мы вещаем какие-то плюс-минус похожие вещи могут быть расхождение и это нормально какое и как объединение если бы у каждого из нас была партия перед выборами объединиться это один разговор я вообще не понимаю я вам рассказывал всегда кто меня пригласил на интервью потом отморозился таких было три случая ну я никому напрашиваться точно не намерен да я там выставил телеграм-канале многие забыли такой персонаж я сам про него забыл каплин был раньше в ударе в митинге собирал огромное такой аналог ляшко которого влилась мне рассказывали боже какие огромные деньги на него потратили ну просто десятки миллионов долларов на его продвижение люди которые это делали примерно обладают вот таким интеллектом и никогда не поверишь люди которые его финансировали заработали эти деньги в рынке это всегда дурные какие-то деньги при государстве такую бездарь финансировать и что я вам хочу сказать он оказывается я не знал он опять вылез партия название его партии я все время бесит когда вы пишете что я простолюдына я всегда говорю не считайте себя таким это первая ошибка с которой все начинается было же такое партия простых людей как я мог забыть партия простых людей то есть это некий каплин который там вас считает забыдло и просит присоединиться к его партии и он сейчас вылез в тактической одежде я так понял его сейчас опять готовят тоже на выборы но нет слов я вот просто буду все делать чтобы не купились на эту удочку друзья поставьте лайки пожалуйста это важно Денис ты бачил бигборды на манхэттене в таймсквере с написами но зеленский но вор або зеленский из пиздюк вы мне сейчас сказали меня сейчас заблокируют эфир я считаю что это фейк я видел это в тиктоке я думаю это фейк певчих максим кац и т.д. они действительно в оппозиции или слушать на служат на башню кремля но певчих и для меня это смех посмотрите ее интервью с дудем даже он ее там тонко и красиво на момент разложил кац мне не но мне не интересно ну зачем это мне все надо ходорковского я могу там еще это все меня не интересует зачем они вам нас же украина интересует россия пусть сама разбирается в себя оппозиция в том числе так максим потапов еще одно такое сообщение вас сразу баню здесь не сборище сумасшедших денис паблики постоянно перекручивают слова трампа типа задачи земель что будут писать когда трамп станет президентом я вам больше того скажу присылает человек есть такая манера моих подписчиков телеграм-канале не по теме поста что-то вставлять присылать присылает человек картинку с лицом трампа ну явно откуда-то естественно скопировано трамп значит трамп будет против голосовать против вступления на то в украине в случае со станет президентом я такой я же мониторю американскую прессу не видел такого стало интересно думаю гуглить копать какой-то чудак эксперт написал русский по моему по моему ну неважно даже если американский высказался что вот он считает если трамп тогда будет против украины вот так и делается фейк-ньюс вот так людям голову все и вставляется что говорить 80 процентов людей в принципе смотрят на заголовок делают выводы и пресса это знает крупные олигархические медиа холдинги этим естественно пользуются часть моих подписчиков оба их видео судит по обложке вот они видят превью название максимум прочитали к нему и уже пишут комментарии я выпускаю виде на 20 минут через два человека через две минуты дневные комментарии человека я пишу так же видео еще не смотрели а я же вижу по содержанию комментария что человек просто не смотрел видео или задают вопрос днис а что скажете а там о чем-то что было в этом видео все очень просто и гораздо примитивнее работает чем многие из вас думают если вы думаете что много людей читают километровые тексты или часовые видео мозгуют что-то там думают нет все гораздо проще пять секунд все все трамп плохой трамп против украины там трамп отдаст часть украины а кто вообще даже если так мыслить дайте один аргумент почему трамп должен прийти и что-то сделать по-другому я не могу ничего понять трамп президент сша так по поводу ну давайте попросы и поедем дальше и времени чувалом да как раз каплин попадался в тик-то ци его підтримували люди в коментарях я в шоции да да партия простых людей это партия быдла если говорить как бы как это есть не испания англия не смотрел я смотрел испания украина так ясно ясно пошли те вопросы которые вообще не нужны денис просмотрела видео с арестовичем совершенно изменила мнение о нем было негативное говорит правильные вещи спасибо за ваш труд ваше личное дело по поводу мнения но советую так вот как маятник нет я просто выставил что сейчас он говорит правильно я просто вы наверное начало стрима пропустили татьяна я говорю я этим видео не сказал арестович резко хороший или не дай бог голосую за арестовича вообще еще никуда не баллотируется или арестович я давай партию будем строить или нет просто я показал что наконец-то человек начал говорить правду и не просто правду очень важные вещи о которых говорят единицы я же завтра может арестович будет петь другую песню я более того скажу почти уверен что если завтра ему дать опять в офисе президента оппозиции он будет петь другую песню но сегодня это делает так что это важно для благополучия украины все у нато терминово узгоджую гарантии безпеки для украины перед саммитом политику идется про узгоджение зобовязанности до безпеки на перехидный период доки украина наступить на то если вы этим комментариям хотите мой прогноз на вторник ну понятно что никакого на то не будет будет все максимально лояльно изложена значит альянсом америка и европой как бы чтоб не обиделись на нато вас никто не возьмет пока вы не сделаете реформы не закончится все военные истории все нато нас не будет но срочный стрим наверное будет у нато терминово узгоджую так я только что зачитал главное это открытие границ а политика вторично так я понял вы меня не слышите значит комментировать вам здесь нечего так посыпались коменты друзья сейчас может арестович засланный казачок а куда его заслали напишите пожалуйста и куда его заслали кстати он всеми интервью гордона это сразу понимал только вредит себе ну в плане своего взаимодействия с властью нынешней денис мене мені все одно на трампа але мені не все одно на моє місто херсон багато хто думать що херсон це місто коллаборантів але сто відсотків я запевняю що ми за украину я завжди казав що херсон за украину я дуже уважно спостерігав за першими днями війни як ваши люди кидались під танки без нічого ваше відношення до Хабиба Нурмагамедова як до особистості до особистості мне он не интересует это мягко говоря ну это я думаю вы сами понимаете на самом деле все все это из тиктока людям сейчас нужно как больше информации в самый короткий срок с чем журналисты играют но я все равно буду стараться мне я понял нужно 100 тысяч в тиктоке сделать и я правда пока в тиктоке я дойду до 100 тысяч это не проблема нужно только время я пока не понимаю как это сделать с телеграмом я понял что нужно в телеграм 100 тысяч подписчиков так дорече Лера сказав що Трамп полностью пророссийский ну потому что вот такой вот конечно потому что адвокат Трампа Джулиани на своем стриме сказал что самый коррумпированный человек в Украине это Порошенко ну что будет еще Лера сговорить и для Порошенко и для Зеленского Трамп это ну нельзя для них нельзя им нужны демократы и так Трамп им вообще республиканцы не нужны потому что будет жесткий аудит потому что они знают прекрасно что здесь происходит а там по демократам еще в их чистоплотности миллион вопросов и до этого еще дойдет вы же видите что делают демократы вот вы читали недавно в Белом доме в Америке нашли белый порошок в лабораторию на анализ кокаин ну кто у нас любит баловаться кокаином кто ну вроде как Хантер Байден сын Байдена правда и всем это известно миллион-миллион разных фотографий видео слито все и недавно Хантер Байден там типа как бы приходил туда к отцу ну вроде как логическая цепочка понятно что делает демократическая пресса Трамп это кокаин Трампа Трамп забыл со своей со своей каденцией так если вы марионетки и все уже решила мировое правительство тогда я вас могу спокойно банить ну зачем мне такие люди мне здесь люди от которых что-то зависит обреченные мне не надо здесь что скажете про визит Дуды в Луцк ну мы не можем иногда сигара это просто сигара ну ну приехал в Луцк уехал ну такого еще будет очень много ну зачем смысл такое спрашиваю так can you wish me happy birthday happy birthday так Денис чем вам нравится Трамп ну найдите мои видео посмотрите так че пропонували вам заказнив киды я ж выставлял даже в ТикТоке в Телеграме у себя посмотрел старое видео Гордона и Богдана Андрея Богдана то там много чего он рассказывает про Зеленского Денис можешь сказать свое мнение правда это или нет правда но правда к Богдану у меня нет никакого уважения тоже Денис а как насчет жителей Донбасса которые за Украину вы говорили что Донбасс репрессивный регион депрессивный регион и нужно двигаться больше без этих территорий давайте я вас попрошу для начала не перекручивать мои слова я просто всегда говорил что земля территория не стоит жизни украинца и частично этому будет посвящено объяснение этой позиции видео про Зеленского во вторник ну про Украину про Зеленского это так как вы относитесь к Александру Усику давным-давно заявил свою позицию видео было негативно переобувшийся вата как считаете нужно убирать Филатова с поста мэра всех мэров нужно убирать и систему менять вы не думали сделать ваш ТГ канал не приватным чтобы все могли заходить думаю наверное сделаю это не то чтобы прям решить как-то вопрос но так будет лучше просто если б был кто-то кто модерирует понимаете а я сам модерирую разница часовых поясов можно проснуться там уже заспамлено все ну такое дело попробую ваши отношения к Иларионовым попробую с Иларионовым записать подкаст почему в теме стрима Кличко это из-за убийства в Киеве какого убийства в Киеве в теме стрима Киеве и Кличко на примере того потопа который случился в Киеве многие люди даже начали ну понятно основная масса возмущается слава богу хоть что-то может людей возмутить а некоторые стали защищать что это вы знаете что это вообще норма осадков какая-то там особая выпала я говорю что я живу в тропическом климате где тропические ливни такие но ни одна канализация стоки не справятся и здесь такие потопы бывают но разница в чем это начинается и службы которые должны откачивают воду и система работает просто на ура а в Киеве как да пусть все навалит а потом подумал что с этим сделать чувак 10 лет у власти и кого-то это люди тонут людей это кошмар это позор Киев потенциально ну это не знаю в пятерке в шестерке столиц Европы это конфетка потенциально Киев превратили я не знаю во что и позор всем нам позор всем нам я хочу увидеть человека который в здравом уме поймет вообще ну что нельзя голосовать за Кличко там за Зеленского просто рука не может подняться у человека у которого хоть что-то здесь есть если он не замазан с этим всем конечно если человек кормится то мотивация понятна Денис хочу знать ответ я писал в ТГ об этом мы будем что-то реально делать создавать СМИ политсилу вы будете выдвигаться Александр Лопатюк как вы знаете я в политической эмиграции куда я могу выдвигаться политсилу создавать я рассказывал минимум 2 миллиона гривен в месяц нужно денег напишите мне нам здесь где их взять я завтра создаю партию создавать СМИ я над этим работаю и периодически информирую надо еще чуть-чуть времени может быть месяц может быть полтора вы все так говорите я благодарен вам за спонсорство это без вопросов но наверное за всем стоят деньги мне больше всех не надо я сразу говорю ну в плане там что-то двигаться и какие-то эти нет я думаю что это нужно всем присутствующим и всем кто стрим посмотрит это обычно 50-60 тысяч человек вот собственно говоря и все да Херсону тоже привет так как думаешь в интернаступлений я думаю что еще максимум один заход максимум один заход что меня пугает ну представьте что все давайте откровенно мы все читали интервью залужного и читаем прессу мы видим что там не все так идет сладко мягко говоря наверное как рассчитывали как все хотя еще основная операция не началась надо еще тоже это понимать дай бог получится что-то ну еще в одно я верю когда подъедут еще самолеты допустим допустим не знаю максимум следующей весной а так глобально нет два три четыре пять ну 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 кем и чем расскажите кем и чем меня пугает что если это не получится Россия копалась а потом же могут пойти в атаку Денис чему вы так топите за Трампа почему он так важливый для Украины ну во первых он важливый для всего света потому что света повернув не туда с приходом Байдена совсем не туда я про левоков кажу поэтому Байден Трамп важен для Украины и для мира для Украины он важен чтобы закончить войну для меня главное чтобы не умирали люди поддержка Херсона Херсон с вами Харьков Украина спасибо привет я Харькову и Херсону причому тут Трамп и Байден в Украине керуют слуги народу корупція процветает а мы говорим что вы на Трамп и Байден не разумею а чему не вы на НП это вопрос для людей которые так считают как вы написали так а кому есть уважение это очень глупый вопрос вы напишите мне вообще с кого выбирать можно кому есть уважение нормальный вопрос нет сейчас рулетки стримы не веду я этим не занимаюсь так 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 а скандали Балашова с бизнес феи я точно рассказывать не буду Борис Джонсон забил на Украину что значит забил на Украину кто на сегодняшний день Борис Джонсон на какой он должности расскажите нам Киев привет что касается Телеграма то нужно перегонять трафик с тиктока делать громкие названия раньше это работало сейчас это уже почти не работает чуть чуть так идем дальше думаю Телеграм открывать можно спамящих уже меньше можете для такого вести медленный режим например но сообщение в минуту понял аргумент сторонников нефтик это дороги так если съехать главный дорог например ну дороги это уже если человек уже дороги говорит что это достижение то все ясно дороги по которым поехали русские танки да очевидно все с этим Елисевичем как сценарий развернется так как он не так как он прогнозирует быстренько переобуется ведь красиво залить лучше он умеет 3300 человек на стриме друзья когда я переобулся напишите пожалуйста вот я вышел в публичное пространство в апреле 22 года напишите где мы как где я переобулся как можно переобуться когда я выпустил программу реформ задекларировал свою философию и а чего пишите на нее вот вы такой умный чего пишите анонимно как вы боитесь кого-то напишите с именем фамилии с фото я же без маски здесь сижу без псевдонима сказать что касательно последних новостей курса валют россии я не буду меня украина интересует мне плевать что в россии какой там курс а что я переобуюсь красиво ну и так а что вы здесь делаете тогда так у фанатов кличка аргумент то что это не его обязанности этим должны заниматься главы районов ну вот такие вот аргументы и ведут к краху и привели нас к краху так идем дальше по плану стрима про освобождение командиров азова я вам сказал читаю я новости и значит радостно пышный сообщает с тремя восклицательными знаками это глава национального банка украины друзья в украине рекордная цифра золотовалютных резервов украины 39 миллиардов долларов и я так сижу просто аж закипаю как как чайник знаете как чайник и потом подсовывать же так все работает фейсбук подсовывает марченко где-то выступает об успехах тоже и у меня в голове только фраза которая уже вам наверно надоело что они живут какой-то другой стране и другой украине глава нбу так отчитывается о 39 миллиардах золотовалютных резервов как будто бы у нас идут реформы экономические успехи это реально заработанные бабки это бабки которые нам дали ну что взять какой-то там 10 миллионов долларов сказать я миллионер в долг понимаете это просто я я ничего не понимаю я честно ну вы понимаете ну всему из предел какой-то ничего не стесняются ровно привет так ясно так скажите какая страна посоветского пространства наиболее успешно по вашему мнению из всего посоветского пространства ну наверное эстония если прям все в общем то эстония я бы не так сказал которая развивается правильнее всего не все могут лайки отправлять просто есть лайки которые справа снизу это такие которые тоже помогают ну а важно вот этот лайк который можно только один под видео поставить там где есть лайки дизлайк поставьте пожалуйста лайки все кому не жалко это помогает продвигать стрим друзья подпишитесь здесь подпишитесь в телеграме ссылка в закрепленном комментарии становитесь спонсором канала это все очень важно денис мне 19 лет я хочу узнать примерно с 91 года до 14 года 2014 года когда этот период разделяли людей или нет на западенцев которые считали более украинцами на людей которые живут востоке в начале этого не было ну как бы так может быть неформально это такое это в принципе в любой стране какие-то такие моменты есть нельзя это брать внимание я скажу когда-то началось больше всего ну наверное вот на оранжевой революции открыли этот ящик пандоры когда янукович священка столкнулись тогда вот это вот начали они там рассказывать вещи эти все какой-то год 2000 черт и до денис вы общаетесь на русском так как это большая аудитория или вам так удобнее но мне так удобнее но я мужа на украинский мой думаю что мне как и многим украинцам было пофиг какой статус был донбасса почему теперь должны бегать куда это все пролетарская постановка вопроса все гораздо сложнее какая вероятность второй войны что нам нужно сделать чтобы ее избежать вероятность второй войны огромная процентов 60 70 где-то может через лет пять но опять таки как я могу сейчас об этом говорить мы не знаем исходных позиций на которых на каких мы закончим с чем мы закончим какие гарантии безопасности могут быть и без нато такие гарантии безопасности когда вероятность ведется там 10 20 процентам но все будет зависеть в большей самой большой степени что мы будем делать после войны еще раз говорю во вторник постараюсь максимум среду наверно вторник выпущу видео вот очень важная на эту тему продолжая как бы то что начал арестович буданов заявляет что он видел черновики решений которые будут озвучены на саммите в вильнюсе стефанишина сегодня сказал что окончательного решения нет и за не поедет не знаю я прочитал только то что зеленский еще не знает ехать или нет я вам сразу скажу если зеленский не едет ну тогда все но я уверен что все это понты и он поедет стрим то сохранится самый успешный город украины без сомнений киев тут нечего киев я всегда когда даже допускаю эту ошибку частных беседах иногда вот буквально вчера с товарищем бизнесменом общались я когда говорю украина что-то подразумеваю киев это неправильно я когда говорю украина там плане экономики я наверное должен говорить по бизнесу когда идет разговор я должен все-таки говорить что я про киев рассказываю что киев это всегда было государством государства о чем стрим но вы заходите на стрим вы видите обложку вы видите подпись вы можете послушать минуту но к чему этот вопрос денис тут так понятно чем джонсон не зацепил я люблю тех кто имеет стержень позицию не меняет ее как этот маятник на ветру спонсора стало так много что денис теперь даже не всем спонсорам может отвечать хорошо и грустно не я отвечаю всем я игнорирую даже я без обид но спонсор иногда тоже задают глупые вопросы я не могу на это тратить время если я александр диненко на ваш вопрос не ответил продублируйте с удовольствием отвечу я не хочу точно спонсоров обижать денис слышал о том что в украине в 2003 году хотели развивать свои газовые месторождения чтобы самим добывать газ у нас и так добывается газ и ваш вопрос нельзя ставить вот таким вот это вот такая штука и это правда что в украине своей добычи газа хватало бы на потребности людей бытовые потребности и я бы так ну это такой понимаете в том-то и дело что я вам сейчас расскажу какую-то тему потому же газу да завтра выйдет выйдет политик на каком-то ток-шоу и вы поверите все ему ножик с портфелем он точно знает нас обманули вот вы запомните пожалуйста нас обманули во всем везде и это происходило всегда вот просто нет такой сферы нашей жизни где бы нас не обманули и по электроэнергии и по газу и по всему и везде вот просто по всему по таможне не знающим что угодно напишите что я уже слышал про саакашвили что случилось саакашвили денис добрый вечер пару слов а по яркове сергея давайте лучше не будем потому что это видео могут забанить если я буду эти слова употреблять вот если баба базар на это для него так самая лайтовая парах обоцкая базарная баба привет из торонто торонто тоже привет так привет польша в мире только две столицы телевизии черновцы так разделение на западенца других было еще в 90-х в львовском магазине продавец отморозилась только из-за русского я же говорю это было каких-то бытовых масштабах но спекулировать на этой теме начало время первого майдана делить людей федор стратан да вы еще спонсор и пасиба вам большое денис знову бачу людей в комнатах и ки кажут шо херсонцы коллаборанты я вам сто вижу то вы мне можете наказать я я знаю шо херсонцы на коллаборанты что это украина вы мне не пояснилось я все тоже добре знаю в нб я болею за голоден стейт вориорс уже лет десять вадим бандаренко спасибо вам я постоянно слушаю вас ю тубе очень нравится много вещей очень правильное и уже нужно воплощать в жизни мы потихоньку воплощаем кстати хорошо что вы это сказали тоже вижу так на грани претензий многих людей ну то что даже претензий может действительно непонимание многие люди денис ну шо делать ну давай ну вот скажи это не забег спринтерский это марафон все что нам нужно делать мы с вами ограничены сейчас обстоятельствами начнется как бы времена предвыборной кампании будет другой разговор начнется мирная жизнь будет третий разговор сейчас спонсорство канала это лучше всего везде подписаться поподписывать людей это сейчас не так мало как вы думаете вы посмотрите сколько вопроса мы выводили публичную плоскость власть переобувалась через там сутки это вы реально на это влияете понимаете это как вы голосуете каждый день по тому или иному вопросу считайте что-то референдум все нас там под уже подписчиков под 122 тысячи мы за год там чуть больше проделали эту работу еще впереди много много-много всего да наверное 200 тысяч в этом году уже на ютубе не соберу но там 170 180 надо постараться и надо сделать сотку в тик-токе в телеграме добавьте в описании к видео ссылку на суперам реформ там и так много ссылок я думаю тому кому надо у меня нет ни пять тысяч видео на канале люди могут легко найти три секунды дел да я уже про азовцев говорил потом отньете денис добрый вечер думаете светлозимою будут вымыкать да будут уже понятно что есть будут проблемы понятно что путин накапливает ракеты чтобы опять попытаться сделать и блокаут все это понятно к сожалению телеграм почему-то очень слабо идет да я ожидал честно скажу что с ютуба будет больше людей подписываться потому что в принципе почти весь свой телеграм я набрал стик тока был такой период когда у меня был первый большой аккаунт переливалась публика просто шикарно друзья ставим лайки пожалуйста витания чехи здоровья терпения на снаги вам донеса дякую вам кстати вы читали вчера в праге живет чудак который производитель подождите или родственник его или он личный родственник уже забыл главный производитель русских ракет завода ну олигарх какой-то русский можете представить денис хватит ли средства спонсорства для найма самым щекам модераторов для продвижения самым щеки и модераторы ничего не сделают для продвижения телеграма ютуба тик тока поверьте мне что вот самым щек этом надо к этому относиться как сугубо техническому лицу которая физически сидит постит там и так далее глобально это ни на что не повлияет это уже проверено тысячу раз деньги повлияют на это только деньги рекламные бюджеты качественный контент но youtube сугубо органика я ни копейки не вложил в рекламу ютуба поэтому это все три разных платформы так и в телеграм наиболее зависимый от финансов тик ток наименее зависимый там вообще не нужны деньги там одна органика прет и отлично если ты не продаешь какие-то товары или услуги если он замыкается как на мне как на личности я не знаю что должен или должен telegram это я не знаю дениса кто сделал киев государством в государстве законодательства черновецкий при черновецкий вообще вы смеетесь что ли это обстоятельства сделали киевом государстве в государстве это экономии это не просто столица географическая да там политически это экономики экономика экономическая столица когда случается а то случилось куда больше всего людей хлынуло переселенцев в Киев. Где выгоднее всего инвестиции? Ну, в большинстве своем. Понятно, есть частные случаи. Киев. Ну, всегда столица манец. Это везде так в мире. Ну, в Америке в меньшей степени, в Европе в меньшей степени, скажем, в постсоветских странах всегда было так. Как думаешь, почему Зеленский настаивает на границе 1991 года? Это же нереально. Он хочет вечно войну продолжать. Я уже пояснял, но раз есть еще люди, которые не знают, не тяжело еще раз. Когда Зеленский упорно заявляет оппозиции 1991 года, он делает эти заявления не для вас с нами, а для Запада. Показывая свою бескомпромиссность, что давайте оружие, чтобы мы в наступлении вернули как можно больше территорий, создать наиболее выгодные оппозиции на переговорах. Если я ошибаюсь, тогда он просто сумасшедший. Я думаю, что он мыслит так. Поэтому я к этому уже отношусь так себе. Другой момент, когда это делает подоляк, это их ошибка, когда это делает подоляк, потому что подоляк больше общается как бы на публику в стиле марафона. Сидят люди и развешивают уши. Вот это неправильно. Когда эти заявления делает Зеленский на международной арене, на западную аудиторию, другой разговор. А подоляк вредит, они... Ну, посмотрите, что начнется. Посмотрите. Как считаете, не ставит ли под сомнение авторитет НАТО присутствие в альянсе стран типа Латвии и так далее, при всем уважении к ним, но будут ли за них воевать евроиганты типа Германии? Ваш вообще некорректный вопрос. Вообще не... Это все же сказать, что там кто-то бедный хуже, чем кто-то богатый. Это неправильно. Как, кстати, ваш суд прошел с машиной, которую спалили... А какой суд должен? Никакого суда нету. С кем судиться? Никакой суд не должен был быть. Сожгли и сожгли. Не нашли никого. Да, я думаю, не искали. Так, 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 так. Видели слова, да не Ярмака, а Ермака, который говорил, что Харьков — это баланс нации. Впервые я таком слышу и вижу. Что будет с Мелитополем, не знаю. Ни Ванга, ни Тарулах. Надеюсь, что вернем. Очень много также пришло от Холоденко. Денис, мне планируется делать еще лайв с ней. Спасибо. Очень много действительно пришло от Холоденко. Я благодарен и всегда готов с ней сделать подкаст. Все зависит от нее. Семья его живет в Чехии, люди написали. Да, от этого ракета строителя. Данил, за Латвию и НАТО воювать не будут. Ну, зря вы так думаете. Я из Донбасса, мне за 60. Я из народного руха Украины с 90-го року. И вижу, как работает русский язык на одурманении людей. Ни в одном вопросе отношения, какая разница, не можно допускать. Ваше право так вважать. А мое мнение, что я уже сказал сегодня, еще тысячу раз повторю. Что нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет. А то, что вы делаете, это вы просто вредите ей все ситуации. Но это ваше право. ФБК выставляла про... На него еще зимой, по-моему, чудак живет в центре города, куча спорткаров, все нормально у него. Это вы про этого русского в Праге? Так, Денис, если сложится в стране нормальная обстановка, вы бы согласились работать в управлении развития Украины? Никто меня туда никогда не позовет. Ну, при этой власти так точно. Это, кстати, вы раскручиваете меня опять выдавать карты, которые я заготовил на это видео. Видео будет длинное и фундаментальное на эту тему. Потому что то, что направление ваших мыслей правильное, и оно не только ко мне применимо. Я знаю лично, но человек 8, которые точно сейчас бы не повредили в каких-то моментах в Украине. Из них там 70% вообще не в Украине. Ну, дождитесь, пожалуйста, видео этого. Денис, слышал новость, что Украина собирается наносить производство... Наносить производство... Что такое наносить? Производство бронетехники. Это сколько СССР собрались воевать? Или это то, что просто хотят слышать, не особо повлияет? Подождите. Завтра война закончилась, через 3 года может опять начаться. Это же на будущее, наверное, задел тоже вы учитываете. Давайте будем справедливыми и благоразумными. Мне нравится, что вы направляете людей, даете мысли для размышления. Очень грамотные, правильные вещи для нас всех. Вы за нас разбираетесь по полочкам. Спасибо. Спасибо, Виктор. Нет, Юрия Швеца я не слушаю. И меня взагалі дивуют люди, особенно украиномовные, которые на меня пишут очень плохие вещи, обзывают меня агентом или еще каким-то, и при этом слушают настоящего ГБшника, вонючего Юрия Швеца. Вот такие люди для меня это просто диагноз. Ни один разумный человек в своем уме Юрия Швеца слушать не будет. Ну, если там не анекдот какой-то, ну, разве что так. Типа, как шоу себя поразвлекать. А всерьез в голову себе вносит то, что он говорит. Кого вы бачите следующим мэром Киева? Я не вижу кандидатов пока, чтобы такое говорить. Физиогномика – это литература и жизненный опыт, причем в большей степени жизненный опыт. О, ты новый Шарий, а вы новый человек в списке моего бана в таком случае. Денис, как вы познакомились с Холоденко? Она меня увидела в интернете. Два вопроса. Первый. Верите ли вы в расследование Шария про коррупцию в Украине, скажется ли не на рейтинге власти? Второй. Будет Украина произвести приватизацию или национальную промышленность? Значит, национализацию промышленности. Смотрите, значит, а почему мы должны говорить о расследованиях Шария? Если расследования проводят и Миша Ткач, и Бигус, и кто угодно. Я вообще не понял. Коррупция в Украине сумасшедшая, естественно. Больше, чем была до войны. Будет ли Украина проводить приватизацию, национализацию промышленности? Да, будет делать и то, и другое. И то, и другое будет делать бездарно и неправильно. Это я наперед могу вам сказать. Денис, вы говорили, что сделаете подкаст человеком, у которого забрали Украинское гражданство. Ждем. Да, перенесли на август-сентябрь. Он в отпуск уехал. Ну, там был момент, не успели. Что вы думаете про Евгения Щербаня, которого убили в 90-х? Было у него политическое будущее. Возможно, вопросы из-за ряда про Черновола. Все же спасибо. Да, они с Черноволом дополняли друг друга. Я убежден, что его убило ФСБ. Значит, так же, как и Черновола. Это все было сделано, потому что они понимали, какой страной станет Украина, а им нужно было, чтобы Украина оставалась болотом. Черновол видел все сделать, но Черновол не понимал, как. Технически. А Щербан прекрасно все понимал, как капиталист, бизнесмен, как практик. И у него были финансы громадные. По финансам миллион вопросов. Но то, что он хотел финансировать идеологию Черновола, говорит о том, что это имело право на жизнь. И такая схема тоже. Не знаю, кто взорвал Каховскую ГЭС. Денис, дуже дякую за русский. Вероятнее всего Россия. Денис, дуже дякую за русский язык. Я литовку и понимаю украинскую трудно. Хорошо. С потери 6-7% территории Украина жила и неплохо с 2015 по 2022 год. А вот сейчас это уже будет ужасно сложно. Да, это поговорим. Ну, видео дождитесь, пожалуйста. Вы правы. Нет, ценой чего? Понимаете? Когда пошел Пригожин путь устраивать, если бы у него получилось, и мы пошли в наступление и вернули эту территорию малой кровью, когда они бы сами бежали, то есть там технический возврат был бы. Я за. Я за. Я за. Но ценой 100 тысяч людей я не за. 50 тысяч людей я не за. 30 тысяч людей я тоже не за. Под риском ядерного удара я не за. Что касаемо Киева, то у них с Варшавой бюджет примерно одинаковый, но Варшава во все топовые рейтинги, Киев с такими возможностями где-то в конце списка. Киев в антирейтинге, по-моему, в десятки худших городов мира. Недавно где-то я публиковал. Ну, конечно. Да слушайте, в Варшаве представительство всех мировых корпораций, там бизнес-активность сумасшедшая. О чем мы вообще говорим? Денис, хотел бы ты сделать стрим. Вот смотрите, я буквально 20 минут назад об этом рассказывал. Вот вы пишете. Денис, хотел бы ты сделать стрим с Шелестом. У него большая аудитория, правда, разная. Думаю, журналист должен освещать разные точки зрения, если он не такой-то, такой-то. Что я должен... Я открыт ко всем предложениям. Было три предложения основательных. Ну, за последнее время будем, за последние полгода я говорю. Я три раза согласился. Три раза люди пропали. Ну, что я могу сделать? Наверное, со мной что-то не так. Что касаемо Киева, то у них с Варшавой бюджет примерно так. Я зачитал. Леброна Джеймса не люблю. Добрый вечер. Что вы думаете при повторной мятеже в РФ? Я не верю в это. В ближайшие лет пять. Не верю. Сказать честно и счастливо, что нашла вас. Спасибо. Спасибо большое, Наталя. Пане Денисе, что вы ожидаете от Вильнюса? Ничего такого, чтобы мы с вами сильно там за что-то порадовались. Это будет такая бюрократическая процедура, где нам скажут, что мы очень хорошие, хорошие, но в НАТО нас не возьмут, потому что у нас коррупция и нема никаких реформ. И еще и вина. Вот так это я бачу. Максимум, я думаю, дорожная карта для вступа в НАТО через 10 лет я могу. Не хотите записать подкаст с сыном Щербаня? Значит, сын Щербаня у меня был в друзьях в Фейсбуке. Его позицию, в принципе, я понимал и поддерживал. Но он каждый день считает своей обязанностью обязательно похвалить Зеленского и великую власть. Для чего он это делает? Хотя уже жизнь показала, что никто его делом заниматься и пушить его дело не будет ни в прокуратуре, ни в судах, нигде. Так бы я с ним записал. Я ему написал там, что Евгений, ты их нахвалишь, нахваливаешь, а где результат? То есть это такое, знаете, как в России. Путин, все, Путин равно Россия. Вот у него Зеленский равно Украина. Нет, меня Украина интересует. И люди, для которых есть культ личности, вождь, мне тяжело с ними. Но по поводу его отца я бы с удовольствием сделал бы с ним подкаст. И в его деле я полностью его понимаю. Я не знаю, где Трамп был арестован. Трамп на свободе. Планируешь делать короткие тематические стримы на других площадках? Нет, Твич не буду я делать. По физиогномике все есть в гугле. Я ничего уже не помню. Название. А какие последние новости о Коломойском, расскажите? Я не знаю, о чем речь. Я не хочу говорить про Олеся Бузину. Я его терпеть не могу. Зачем вы задаете мне вопрос про него? Зачем? Зачем вам, Олеся Бузина? Вот сейчас скажите. Тысяча есть вещей, о которых можно поговорить и нужно. И людей. Людмила Никитина про Ленд-Лиз я уже сказал раньше сегодня. Там потом перемотает. С Евгением Понасенковым подкаста в ближайшее время не будет. Так, как думаете, стоит думать, как быть с автоматизацией? Не понимаю вопрос вообще ваш. Про информационную гигиену відео не будет. Можливо, будет онлайн-семинар. Я никогда не говорил про відео. Я всегда говорил про онлайн-семинар. Действительно ли так? Богдан Негаеса, я уже вам ответил секунду назад. После выхода ВСУ на границе Крыма, возможно, переговоры с Путиным в Зеленским интервью ABC News. Это, наверное, ABC было, а у вас ABS. Может, еще ABS есть, я таких не знаю. При этом президент вновь заявил, что он никогда не согласится уступить какую-то территорию. Ну, это он говорит для Запада все. Да. Русофобия — это не просто жизненная необходимость, это единственное ясное. Но это, может, в вашей философии так. Да, Герасимовец ставьте. Слуги народу уже хочут изменить Конституцию Украины, изменить еще... Да, конечно, изменить. Они все сделают, чтобы остаться у власти. Или переиначить под себя, конечно. Денис Пропоносенко, он занят или другая причина срочки? Нет, не выставили условия, которые я на данном этапе не считаю нужно выполнять. А так все нормально. У тебя риторика и подача очень схожи с шарием. Это у вас проблемы такие. Если вы видите мужчину с бородой, и у вас сразу шари, и который говорит, что у вас сразу шари, так это же ваша проблема, а не моя. Потому что я, когда кого-то вижу и слушаю, я слушаю, что этот человек говорит. А потом интересуюсь его бэкграундом. Вот и все. Как оправдается Зеленский, когда придется все-таки сдать территорию России? Что такое сдать территорию России? Что такое сдать территорию России? Зеленский не будет сдавать территорию России, и я никогда в жизни не выступал за сдачу территории России. Есть понятие захваченных территорий России. Працюю в коллективе, где все тетки, это кошмар, совок в голове, все, мабуть, как они разумеют, инша думка в штыки. Ну, такие реалии життя. Так, мне говорят, что правдивая инфа наша, что знают те на Западе, они афишированы Рашкой, мои знакомые, ничего, не понял. Так, Днепро, на связку, привет, Днепро. А, не было бы Зеленского, не было бы Бучей, ну, тогда идите в бан. Не было бы Путина, не было бы Бучей. Денис, подскажите, куда можно выгодно в Украине вложить деньги? Это не тема для этого стрима, не вопрос на секунду, не вопрос человека, не знаю, сколько у вас денег, ну, короче, серьезный такой вопрос не обсуждается. Денис, как вам дебаты Романенко с Себастиновичем? Если вы про тот случай, когда там был вот этот вот психолог или психиатр, я забыл его фамилию, где сидел Себастинович, кажется, как же его товарищи этого с фронта, Слава Дубина, да? Я даже полностью не смог посмотреть, потому что то, как ведет себя Хамло Романенко и вся его свора, это кошмар. И Романенко, кстати, на странице Себастиновича мне ответил на сообщение, типа, когда я написал Паше, что нужно стол для дискуссии менять, Романенко пишет, типа, это вчера или позавчера, а что мешает создать свои, типа, импотенция или что-то еще мешает создать свои столы для обсуждений? Ну, я ему там написал, конечно, все. Я, знаете, в чем ошибка таких, как Романенко, там, Петров, Иванов, они сидят, ляпают, 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 посылают, угрожают там всем подряд. Петров там матерей любит чужих упоминать, как у него не антигерой, так, ну, мне люди там присылают. Но может же случиться в жизни момент, когда придется глаза в глаза встретиться, и что будет потом. Денис, что скажете про Борислава Березу? Ничего хорошего, ну так, если коротко. Так, идем дальше по вашим вопросам. С основными темами, в принципе, мы закончили. Оставшаяся часть стрима, там, предположительно, 28 минут посвящаю вашим вопросам. Возможно, в процессе вопросов возникнет еще какая-то тема. Мне, заканчивая тему с Романенко, мне понравилось, как Любарский сделал в виртуальной снимать дебаты. Понимаете, Любарский нормально там все говорил про ленд-лист, как бы очень активно, да. Романенко отправил его на три веселых буквы. Зачем? Человек старше тебя, человек за Украину, человек посвящает этому время. Говорит разумный, ты, вот, в этом же и вся разница. Я готов выйти в дебаты с любым, ну, кроме там сепаратистом каким-то, или расистом, да. Хотя там в формате каком-то таком еще под большим вопросом, чтобы как-то их выставить. Романенко это комфортно, Датюк, Арестович, там еще максимум кто-то. Вот это они короли, развалиться, там они торты жрут, уже такие ряхи. Вот это вот красота. По-серьезному оппонировать, скажем так, соблюдая рамки приличия? Нет. Это то, почему он сказал Любарскому. Он понимает, что Любарский его, ну, фактами размажет, и все. Более того, это то, что написал Романенко. Есть сайт Social Blade, там, кто в Ютубе теме, тот знает, а не только в Ютубе. Ну, откройте статистику Романенко, откройте статистику мою. Посмотрите дату создания канала моего и Романенко, посмотрите на количество просмотров, на количество уникальных зрителей, и все сразу станет понятно. У меня за прошлый месяц более, короче, 720 тысяч уникальных зрителей. Уникальные, то есть это 720 отдельных людей, 720 тысяч отдельных людей посмотрели мой канал за 28 дней последних. Зайдите, посмотрите статистику топовых украинских СМИ. Мы уже где-то, мой канал где-то уже там, ну, почти в одном ряду с не самыми маленькими украинскими СМИ, с сайтами имею в виду. Вот такая вот история. Это я сейчас TikTok еще не беру, потому что я им особо еще пока не занимаюсь. Хотя вот недавно у меня в TikTok видео миллион собрало просмотров, вчера видео собрало полмиллиона просмотров. Зачем нам членство в ЕС? Много стран, которые отлично живут без него. Значит, у вас сложный ник, Хатабыч. Значит, Хатабыч, может быть, даже в следующей неделе будет видео, нужно ли нам ЕС с аргументами и фактами. Я вижу, что нужно это тоже выпустить. Я вот про НАТО выпустил, надо про ЕС отдельно сделать. Могу вообще проанонсировать. Значит, на следующей неделе будет видео посвящено Зеленскому и всей этой ситуации, в которой мы сейчас, и все их планы, которые там кулуарно, да, известны или о чем можно догадаться. Дальше по поводу, как вернуть людей, и реально ли вернуть людей, в частности, из Польши, тоже с фактами, и про ЕС, это все надо делать, да. На такие стримы раз пять вопрос написал. Игнор полный, будем делать либертарианскую Украину без тебя. Отписка. Без вопросов, но чисто из спортивного интереса. Хочу найти, что вы спрашивали. Я могу сказать, что это вы правильно все сделали по поводу отписки. Денис, вы, конечно, не обижайтесь, но сравнивают вас с шарьем, потому что тот критиковал власть постоянно, вы сейчас критикуете. А действия какие? План ваш видел? А план действия? О, так, это все? Сейчас еще хочу найти. Интересно же. Так, ага, вот это вот и весь комментарий. Ну, я скажу таким, как вы. Значит, я критикую не власть, я критикую систему, которую возглавила так называемая, может, это власть, тогда была та, сейчас эта. Я критикую систему. Если сейчас бы в главе этой системы был Порошенко, я бы точно так же, как вы говорите, критиковал Порошенко. У Шария никогда не было никакой программы и быть не может. Вот и все. Потому что его работа, его бизнес, это, как вы говорите, критиковать. И сливным бочком быть, сливать ту информацию, к которой ему преподают разные источники. У меня программа реформ, философия, которую знает каждый. Я завтра не буду вещать против приватизации, против капитализма, честных судов, неолиберальной экономики, реформы медицинской. С четкими обозначениями. У меня конкретика цифры. Я не могу затравить и сказать, ну, вы знаете, я передумал. Мы можем цифры подкорректировать. То есть не 7, а 10 или 6. Вот это можно будет делать. Но концепция другая. А Шарий никогда ничего не предлагал, а только критиковал. Вот в этом основная разница. Если уж совсем мозгов нету, то хотя бы это основным должно быть. Вот и все. Будете выстроить либертарианскую кривную бизнес. Я думаю, что такие, как вы, собачью будку даже не построят. Сегодня увидел на ТСН в Ютубе, как ведущая повторяла раза 3-4 за наказание, кто выехал с Украины будет. Пусть наказывают. Пусть наказывают. Не, про футбол давайте сегодня не будем. Ну, основной массе это неинтересно. Про футбол это когда Елисевич Клуб будет, там поговорим. Обо всем, о чем захотите. Под каким видео Себастиновича почитать ваш диалог с Романенко? Там диалога не было. Там Романенко мне комментарий, я ему. Это пост Себастиновича про то, что там они его обсуждали без его присутствия. Большой пост. Психолог-хомяк, да. Психолог, которому сам нужен психиатр. Когда я послушал этого хомяка, просто... Понимаете, что самое страшное? Я вам сейчас скажу. Самое страшное сейчас, и это людей касается, впасть в демагогию и слушать демагогов. На Ютубе есть довольно разумные люди, которых я не упоминаю, там, но иногда они не попадаются. Но реально с интеллектом разумные люди. Но они уводят все в демагогию. То есть они там на украинской мове, на русском языке, неважно, рассуждают, размусоливают, и правильно. Но это демагогия. Это не конкретика, что вот нужно раз, два, три, четыре, пять сделать. Это вот так вот. Это хорошо философские концепции, иногда это надо. Вернее, всегда это надо. Но в такие времена, как сейчас, нужна острая конкретика, бескомпромиссность. А потом на фоне этого можно философствовать очень долго. И людей сейчас приглашают и начинают уводить в сторону. Сам дурак, это, знаете, сам дурак. Ну что это? На моё питание також не ответили. Шукаю ваше питание. Вот шукаю ваше питание и не могу найти. Потрібно, вы же видите, что тысячи комментариев. Потрібно продублювать еще раз. Ну вот я пролистав, мабуть, дві сотни комментариев. Не бачу ваш комментариев. Людмила Король, это я до вас скажу. Так, честно говоря, общаясь со знакомыми, которые выехали, почти никто не хочет возвращаться в Украину обратно. Я могу сказать только, что жаль. Денис, здравствуйте. Скажите, что вы понимаете под прецедентным правом? Ведь на самом деле доктрина судебного прецедента в Англии США предполагает не следование прецеденту при выносе судебного решения. Это прям вопрос, который достойен отдельного видео. Суть прецедентного права в том, что следующее решение судьи будет опираться на похожий случай, который случился уже до. И по нему был вынесен вердикт суда, решение суда. Вот и все. И этих прецедентов они набегут очень-очень быстро. Можно использовать уже опыт Британии в этом вопросе или США. Но это однозначно правильно. Но это не может быть вот только так сделать. Принципиально важно, чтобы судьи выбирали сами общины для себя. Это очень важно. И это не так, что вот этого судью мы оставим, а этого все на выход до свидания. Полностью новые люди, которых изберут на местах и по прецедентному праву. Вот тогда страна преобразится. На ютуб-канал и телеграм я вчера перешла из тиктока, так что он работает. Тикток захожу раз в год, ютубе, к сожалению, ни разу не видел. Спасибо за вашу работу. Анастасия Матвеева, вам спасибо. Денис, вы не глупый человек. Для кого вы тратите жизнь на разбор гнилой системы, вместо того, чтобы консолидировать людей вокруг идеи вашего понимания, справедливого устройства общества? Тратите жизнь на разбор. А как вы хотите консолидировать людей без разборов, без предложений, без всего? Но я выйду и скажу, давайте за мной. Людям же надо меня послушать. Кроме того, я получаю сотни сообщений, что смешно сказать, но может быть в этом что-то есть, что мой канал для некоторых людей это как определенного рода психотерапия. Сейчас всем тяжело, а так они послушают, хотя говорят, что у меня много негатива, но на самом деле они чувствуют, что есть какая-то надежда. Мы говорим о том, что можно сделать, и это решит ситуацию. Я рад, что сотни людей так это воспринимают. Многие семьями смотрят. Мне это приятно, я поэтому не останавливаюсь. Я знаю, что я этих людей во всяком случае не подведу. Я бачу видео, где звольнили из полону нашего військового, у него в глазу не мое пальцев, и люди в комментах говорят, что нужно сделать ему сбир, и меня это дратует, потому что влада должна быть обеспечена. Конечно. Это понимаете, когда я вижу эти случаи, какие могут быть сборы вообще? Его должна государство, специально люди, которые работают на государство, такого человека подхватить, и обеспечить его всем, чтобы он даже не нервничал. А они их заставляют еще бумажки собирать. Да такие бумажки, что Советский Союз такой не видел дурости. Вот что мне рассказывают люди непосредственно с фронта. Шари помогает людям, что сделали вы. Что сделал я? Создавал сотни рабочих мест в Украине, заплатил налогов больше, чем ты денег в своей жизни заработал, и в принципе это все, что я должен государству, в котором я зарабатывал деньги. А так я должен только себе и своей семье, как и любой другой гражданин Украины. Вот, собственно говоря, и все. А Шари помогает людям с денег ФСБ, наверное, да? Ну, или там спортивных касс. У меня спонсоров нету, кроме вот людей, которые со стрима приходят и становятся спонсорами. Дурных денег я в жизни не видел. Все только тяжело зарабатывалось в рынке. Поэтому, но в бан вы точно идете. Не, еще оставлю. Может, что-то еще в ответ надо сказать. Отправлю в конце стрима. Когда каждый гражданин Украины начнет созидать, тогда изменится все. Не-не-не-не-не. Начни с себя, это советский лозунг. Нет-нет-нет-нет. Все идет с власти сверху вниз. Завтра 100 человек может принять для себя решение, что-то делать правильно. Или там родители, там, 100 семей будут детей правильно там рассказывать, как жить. А рассчитывая, что 40 миллионов проснутся другими, это просто дурость. Только сверху вниз. Почему постоянно на все сборы от кассок до машин был бы ленд-лист, было бы окей, а то 15 гривен девочка собирает. Да, мы это обсуждали. По поводу машин, это для меня понятно, что машины ломаются, уничтожаются, да. Но я постоянно вижу сборы на машины. У меня вопрос. Давайте возьмем так. Ну, сколько стоит машина для фронта? Ну, пусть 5 тысяч евро. Ну, берем 50 миллионов евро и покупаем. Вы можете посчитать, сколько машин. В чем вообще вопрос? Помощи достаточно? Нет. Нет, люди собирают. Сами военные собирают. Да, Михаила Светова я слышал такого. Ваши планы до наступного стрима, это вы знаете на увазе контент-план, я уже озвучил. Вы сами говорили, что вас никогда не выберут, потому что вы говорите то, что людям... Не говорите то, что людям нравится. Абсолютно верно. Меня могли бы вы выбрать, или какое-то объединение. Если бы в Украине проходной порог в Верховную Раду был 1 или 2%, тогда реально шансы есть. Кстати, это тоже тема отдельного видео. Кое в чем я подкорректировал свои взгляды и объясню почему. Просто глядя на комментарии людей, я же раньше не соприкасался, а теперь, скажем так, я провел определенное уже исследование, видя действия Зеленского, я кое-какие моменты... Ну, я сделаю, может быть, отдельный стрим или видео на эту тему. Нет, у Себастьяновича в Фейсбуке. С Владом Сидоренко я не знаком, но в Фейсбуке мы в друзьях. Так, Олег, спасибо. О, мы сможем отдать такие долги. Что вы предлагаете? Не брать долг, отдать страну Путину? Вот вы, Аня Соколова, задаете такой вопрос. Какая альтернатива? Вы лично что-то кому-то должны? Нет. Вот и живите себе. Вы же лично ничего никому не должны. Ваше мнение про Лободу. Ничего хорошего про нее сказать не могу, но когда Чубака бородатая, волосатая озвучивает, что дает полторы тысячи долларов, чтобы ее облили мочой, это уже не страна. Ну, не государство в центре Европы. Это уже Сирия. Причем эту Чубаку оплачивает Офис Президента. Лобода, гражданин Украины. Хитро сделанная? Да, я бы так себя не вел. Смотрите, а сколько было футболистов, которые играли в чемпионате России уже после АТО? И они сейчас герои с военными фотографируются? Как-то чуть-чуть, мне кажется, нечестно. Я вам рассказывал. Вот эта вот певица типа, все время забываю, Воронова или Воронцова, которую там год условно дали, СБУ взяла за фотку работы ПВО. Ну, Мишина, актриса известная, тоже шпоткала то же самое ПВО с того же жилого комплекса. Ну, у нее все хорошо. Вот и все. Нет, мы так не построим государство. Или все равны, все в одних условиях перед законом, а если избирательно, а если там подплачивают, а там мы натравим активистов, а там мы натравим военных, это уже не государство. Конечно, не подведешь никого, ты же ничего не делаешь. Конечно, ничего не делаешь. Это ж ты оказался в политэмиграции, потерял кучу денег. Это ж ты все сделал, естественно. Ни на родине вынужденно находишься. Объединил 120 тысяч людей за год. Это ж ты сделал. Я ж вижу. Будет ли Себастинович создавать свою партию? Ну, моя ж фамилия Елисевич. Если у вас вопрос Себастиновича, задайте Себастиновичу. Я с Пашей это не обсуждал. Что делать, если родственники верят торологам? Ничего вы уже не сделаете. Я боюсь, что это уже неизлечимо. Стрим во вторник. В начале стрима Матнете, Дмитрий Ахметов, я рассказывал. Если по времени будет это еще актуально, я буду стримить. У нас же разница с вами. Ну, когда у меня будет 9 утра, в Киеве будет 16.00. 15 вернее. 15. Так, 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 так. Денис, как думаете, возврат командира Вазова на родину это политический ход? Я уже сегодня об этом говорил. Тоже перемотайте. Не хочу просто повторяться. Люди задают вопросы, мы должны интенсивно идти дальше. Дмитрий, пост Себастиновича в Фейсбуке третий раз вам говорю. Давайте закончим с этим. Так, вы прави. Для меня позиция та слова, як надея на те, что есть шанс все изменить и вернуться домой с детьми. Александра, это хорошо, что у вас есть желание вернуться. Это, в Украине нет другого пути, кроме как все вернуться. Надея есть, но все нужно будет делать своими руками. Это я вам сразу скажу. Какое там прозвище, что голосуйте за того, и все будет хорошо, такого не будет. Да. Денис, здравствуйте. Ваши отношения к Дмитрию Чекалкину. Журналисту Владимира Бойко я не знаю. Дмитрий Чекалкин спортивной кассы Порошенко. Но человек талантливый тут, бесспорно. Зинченко, Селезнев, Ракицкий. Зинченко еще до АТО играл в России. Зинченко нет вопросов. А вот Ракицкий гимн не пел, агрессивно реагировал, играл в России, а теперь он все осознал, приехал, резко полюбил Украину, сборную не вызывал, резко полюбил Украину, вернулся в Шахтер, а Лобода прохая. Мне ни Лобода не нравится, ни Ракицкий. Но давайте или одинаково ко всем, или это не государство, я еще раз говорю. Лобода реально работала на свой карман, зарабатывала деньги. Она никогда не говорила антиукраин... Она могла молчать, но антиукраинских вещей она никогда не говорила про российских. А чувак играл в сборной Украины, все поют гимн, держатся за сердце, а он нет. Так это не проукраинское действие, вернее, не антиукраинское действие, это неуважение к форме, которую ты одеваешь. Привет с Переяслава, Переяславу тоже привет. Перегляди, на жаль, дуже сильно впали. Значит, бывают, как и в бизнесе, бывают в Ютубе тоже спады. Бывает неделя, никакое видео не идет. Важно не останавливаться. Такое уже было, две или три волны у меня было. Вот просто неделя, видео там 30 тысяч, и никуда больше не идет. Вот прошлая неделя была такой, ничего страшного. Будем, сделаю все, чтобы следующее было успешнее. Очень хочется еще подкастов с Балашовым и Себастиновичем. Будет, обязательно будет. Я об этом как раз недавно думал. Возможно, я не знаю, через Zoom это, наверное, лучше сделать. Втроем, например, поговорить. Такой виртуальный круглый стол. Денис, выскажи свое мнение про землю на примере Болгарии. Я не понимаю, о чем речь. В чем Болгария пример, по поводу какой земли, вот просто не понимаю ваш вопрос. Россия производит БПЛА по лицензии Израиля, посол Израиля в Украине Бродский, послам дипломата, совершение было заключено еще в 2010 году. Хорошо. Зинченко играл в Уфе. Да, это 15-16-й был. Видите, я думал раньше. Ну, по факту-то, видите, по факту. Тоже же получается. Да, с Табахом, наверное, еще будет. Да, сейчас буду про Андрея Щадила здесь говорить. Почему перестали выходить в видео или в СРЧ? Ну, все увидите, узнаете потом. Да, Тимащук, это вообще в спорте предатель номер один, 100%. Я думаю, что ФСБ подвербовало. Заложенный наш новый кумир и новый президент. О, это замечание хорошее, точно не надо никаких кумиров. Вот я просто призываю всех, только холодная голова, трезвый взгляд, без кумиров. В Украине так тяжело найти публичного человека с идеальным бэкграундом. Вы даже себе не представляете. Поэтому я сделал видео, что я бы хотел, чтобы Поперешнюк пошел или Климов. Но так, из реальных может быть заложенный. Но я против военных в политике, в управлении. Ну, просто это как бы не компетенция. Но заложенный как личность нужен просто. Гривна всегда будет... У меня ответ всегда один. Гривна всегда будет падать, точка. Всегда будет падать гривна. Какой курс после войны, это вопрос абсолютно пустой. Я не знаю, какая будет помощь Запада. Будет ли помощь Запада. Завтра помощь Запада прекращается, курс будет 100 и 200. Будет помощь Запада, будет как-то потихоньку падать. Но будет падать. Ну, все же очевидно. Арестович на каком-то шоу еще до войны обнимался с Муравем. Да, помню такое. Не знаю ли Арестович один из российских агентов. Бэкграунд у него точно. Мягко говоря, так себе. Денис, если следовать прецеденту, то возможно повторение судебных ошибок. Судья все равно выносит свое решение. Кирилл Березовский. Если это плохо, что я предлагаю, живите в нынешней системе. Я не против. Если вас устраивает беспредел судебных ошибок, пожалуйста, живите. Нет вопросов. Тут же все очень просто. Я говорю, как живет цивилизованный мир и как-то все нормально. И весь мир ориентируется почему-то на британский суд, как на эталон. Но вы нашли изъяны. Ну, тогда живите в украинском, в печерском суде точно лучше, чем в лондонском, если вас послушать. Я же не против. Денис, кто платит Романенко, чьи интересы он продвигает? Там много, откуда льются бабки. Но, если вы заметили, он никогда ничего не говорит против Офиса Президента. Но если его сравнивать с другими медиапритонами, то они хотя бы пытаются о конструктиве. Они хотя бы Гетманцева там это самое и многих других. Хотя бы как-то туда заходит Себастинович, Юлия Глушко была. Ну, то есть там хоть как-то это все. Этот поляк, я забыл его фамилию, такой есть лысый мужичок, поляк. Ну, вы знаете, сейчас кто-то напишет. Он там разумные вещи говорит тоже. Рамис, Юнос, ваше мнение. Так, давайте без этого. Ну, я не хочу плохие слова говорить. Привет, Буччи. Гарное дело робите, не запоняйтесь. Буччи, вам привет. Так. Если бы Мураев был первым лицом, то такого, как сейчас, точно бы не было. Ну да, потому что Украина уже была бы Россией. Именно поэтому вы идете в бан. Кульпа, да. Кульпа. Будут ли отношения с Россией после войны? В ближайшие 50 лет я этого не вижу. Это может быть раньше, если в России сменится власть, и Россия распадется на несколько государств. Тогда да. С какими-то из этих государств, да. Мы с сыном Богдан Негеса. Я вам сказал, какой Трамп был арестован. Не был Трамп арестован. Я вам ответил, Богдан. Трамп не был арестован. Не был. Мы с сыном после начала войны в Празе чекаем наши победы. И из всех знакомых, которые втекали, практически все вернулись домой. Не знаю, кому хочется жить не в Украине. Чтобы Украина была Америкой. Конечно, хотел бы. Америка 19-го, 20-го века. Ой, как хотел бы. Тогда у нас будет и триллион ВВП, и два триллиона ВВП. Это то, что я всегда пропагандирую. Потому что мы не должны становиться частью ЕС, а должны быть Америкой в Европе. С классными отношениями, ну, кроме России, понятно, со всеми. Дана Скалли. А, это как в сериале. Да, Дана Скалли у нас подарила многим спонсорство. Еще раз говорю спасибо. Сгадав фразу Коломойского, «Житяца супермаркет, бори, что хочешь, а ла касса по переду». Да, да. Это, кстати говоря, стопроцентная правда. Елисеевич и Рабинович. Это фамилии из одной карт-колоды? Нет, это две еврейские фамилии, но из разных колод. Потому что я не предатель родины, в отличие от Вадима Рабиновича. Чи підтримуєте ВАИДЕЮ створення специальностей для майбутних президентів? Тобто для того, чтобы быть президентом людьми подготовленной святой? Нет, это глупо. Я вас спрошу, ну, разве проблема в этом? Ну, я распинаюсь здесь каждую неделю уже. Посмотрите, сколько стримов, сколько видео, и не только я. Ну, при чем здесь образование к президенту? Ну, разве образованием решается вопрос того, что ты видишь, что страна живет неправильно, Украина? Ты приходишь, ты видишь, что везде бардак, и ты ничего нигде не делаешь. Ты возглавляешь эту систему репрессивную. Ну, как, вы можете думать, что дело образования? Ну, вы что считаете, что человек должен сесть за парту, там учитель будет преподавать, или такой, в Украине нечестные суды, нужна судебная реформа. В Украине ужасные налоги, порочная налоговая система. НДС воруется, оно не должно быть. Налог с продаж, ну, как вы это видите? Зачем ты идешь в президент, если у тебя нет компетенции и видения? Вот в чем вопрос. Это же не техническая должность. У нас же президентская парламентская республика. Это идеолог концепцию задает, понимаете? Это юристу нужно образование, чтобы он знал законы, как это работает. Тому, кто это будет технически делать. Зеленский же не сидит, не пишет законы. У него должна быть идеология, а дальше круглый стол с юристами, и они все напишут. Анатолий Якименко добрался до процесса с ленд-лизом. Понял. Так. Про Чечню тоже говорили, что много лет отношений не будет, а в итоге. Ну, если у вас такая параллель, что Кадыров сел на бабки Кремля, и вы считаете, что какой-то президент в Украине может сесть на деньги Кремля, я думаю, такой президент и сутки не протянет. Фасты в вашей школе вас в пример приводят. Ничего себе. Спасибо. А в какой? Во второй или в девятой? Денис, как вы считаете, есть шанс, что ОП проснется, наладит производство собственного вооружения? Наладить производство вооружения – это не магазин построить, понимаете? Это серьезнейший процесс. Я начал читать у вас вопросы и подумал, вы спрашиваете, а может ли ОП проснуться и начать правильно управлять страной? Нет, не может. Единственное, что может сделать Зеленский правильно – это не баллотироваться на второй срок и никого не поддерживать открыто. Ну, там, Ермака не делегировать такое. Вот это вот может быть правильно. И тогда, кстати говоря, я хотя бы пойму, что у него, я это говорил уже, что он вообще как личность небезнадежный. Но если он пойдет на второй срок, он прекрасно знает, что он его закончит с 5-процентным рейтингом, чтобы только без импичмента. Тогда все ясно. Я другое вам хочу сказать. Все, что сейчас говорит Зеленский – это копия того, как он шел к президенту на первый срок. Один в один. Пустые лозунги. Правда, сейчас он единственный раз цифру назвал точную. Триллион ВВП за 10 лет. При первом походе такого не было. Все, что было в том выступлении – это предвыборная кампания. И это будет и мытник, и без мытницы, и при ДВС нас отжаты будут. Но вам ничего не напоминает. Набор пустых лозунгов. Я же как-то спасибо подписчику мне прислал, и я… подписчики часто помогают. И я зачитывал здесь, кстати, на стриме, в прямом эфире. Примет Украина укрграждан с России, с Беларуси. А зачем? К нам очередь стоит оттуда? Вы свой народ за лохов держите, так или так и есть. Кто вы? Я? Нет. Я уважаю. Про Азовцев уже говорил, потом мотнете, чтобы не повторяться. Так, будет Украина, будет. Конечно, будет Людмила Ганюк. Конечно, конечно, конечно. Привет из Кракова. И Кракову привет. Ирландия привет. Речь Василия Головородько. 100%. Денис, как думаете, после войны будет демократ или развитие к авторитаризму? Ну, опять, вы должны уточнять. После войны президент Зеленский будет диктатура. Нет. Это будет, знаете, я вам скажу, как это будет. Это будет как у Эрдогана. Вот вроде со всеми за руку здоровается и с Западом общается. И Турция член НАТО вообще-то. Но внутри чистая диктатура. Вот и все. Так и он хочет. Внутри диктатура. А снаружи конфетка. Я демократ. Ребята, я вообще не из политики. Я актер. Давайте я вас обниму и поцелую. Дайте денег только. Я не слышал такое, что ТЦК расстреляли семью из двух человек. Пришлите мне в бот, в Телеграм. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста. Обязательно подпишитесь здесь, в Телеграме. Я вас прошу. Не сотвори себе кумира. А кого мы сейчас кумиром все творим? Расскажите нам, пожалуйста. Вы сейчас сказали за Ермака. У меня сразу представилась ситуация, что Зеленский не пойдет в президенты, но будет выдвигать Ермака. Я слабо верю. Вы понимаете, Ермак, вы видите, что он не из тех людей, не сильно любит говорить. Для президента президента не может быть молчальем. Президент должен быть, тем более в такой стране, как Украина, мастером разговорного жанра. Это президент может быть в Израиле или в Германии, где премьер-министр руководят, канцлер. Тогда да. А где руководит президент в странах, где главный человек, он должен уметь разговаривать. Но Зеленский же мастер разговорного жанра. Другое дело, содержание этих разговоров – это да. Руслан Шевчук все правильно разумеет. Денис, сделайте, пожалуйста, видео о Левакаке в Америке и Европе. Это ужасно, как унижают белый плюс капитализм. Хорошо. Это такое философское тогда будет видео. Грузия сейчас про Российскую. Я же сегодня на стриме про Грузию рассказывал. Про Ченгар читал статью. Да. И видео чуть-чуть смотрел. Да, мне говорили, что Карась собрал 2 миллиона гривен на Пригожина, на снаряды Пригожина. Ну, мне это говорили. Денис, вступайте в партию 5-10. Меня Геннадий Балашов всегда приглашает. Я пока беспартийный. Да, правильно человек пишет. Ну, да, мы говорим, что Ермак Аделия, а Ермак и сейчас президент внутри. Анну Уварову Блок. А что она продолжает? Да. Ну, значит, сейчас отправим. Где этот турист пропал? Я забыл, надо будет его тоже забанить. Эрдоган уже поднял все возможные налоги. Честно говоря, ничего об этом не слышал. Я знал, что он хотел понижать. Денис, расскажите немного про Францию. Я так ничего не понял, что у них там произошло, и к чему идет. Так вы гуглом пользуйтесь, вы гуглом. Там убили подростка, и эти вышли на протесты. Как вы думаете, в плане финансового развития лучше оставаться в Польше или все же в Америку? Вы, Арсений, лично про себя. Я же не знаю, чем вы занимаетесь. Вы наемный сотрудник или вы бизнесмен? Каким капиталом располагаете? Семья, дети? Все это важно. Где Мураев? Хотел сказать, в туалете, наверное. Зачем мне тут сепаратисты и предатели? Скажите, пожалуйста. Ну, зачем? Вся эта пророссийская шваль. Я не хочу о ней говорить. Добрый вечер. Посмотрела «Дипломатку». Неожиданный конец. Спасибо за рекомендацию. Да, классный сериал. Я тоже заинтригован. Александр, я про Францию, мои зрители знают постоянно, я про Францию предсказывал где-то полгода назад. Но то, что там сейчас, это закончится. Там чуть позже, через 2-3 года, стрельнет гораздо хуже все. Это там по надрастающей идет. Вы заметите, во Франции там же часто вспыхивает. Больше, больше, больше. Однажды вспыхнет так. Я же говорил, то, что было в Америке, это будет отдыхать недавно. Лена, спасибо. Я к Андрею Луганскому никак не отношусь. Мне уже, честно говоря, поднадоели за него вопросы. Я специально зашел, посмотрел. Человек в чат-рулетке с русскими спорит. Ну, что мне обсуждать? Ну, наверное, талантливо это делает, да. Но мне это не интересно. Ну, зачем вы меня про него спрашиваете? Ситуация с мигрантами вряд ли будет угрожать Украине. Да, Мураев в Вене. Мне тоже говорили, что он в Вене. Почему не в Саратове? Ну, это, конечно, вы понимаете, о чем все дело? Все эти любители русского мира, они все обожают западную одежду, айфоны, немецкие машины. Понимаете, какая ситуация? И живут исключительно на Западе. И не в худших местах. Но на украинских ТВ они вам рассказывают, что нужно быть с Россией, что Запад это гнило и все остальное. И дети их все... Но вы все это прекрасно без меня знаете. И это очень смешно, когда сидит Соловьев. Бедный красный уже как рак проклинает этот Запад. Но микрофончик-то у него, такого бренда, как у меня. И планшетик у него тоже Apple. И одежда на нем вряд ли в фабрике большевик. Это анекдот. И я всех в жизни видел, кто таких вот и лично, слава богу, таких было мало, про российских взглядов. Они все с американскими визами. Они все обожают Америку, Европу. И детей хотят там всегда пристроить. Это вот и есть, понимаете, это такое, как это сказать, такое лицемерие первой степени. И у нас в политике таких куча лицемеров, которые не за русский мир, а в принципе. Я вам об этом именно и рассказываю. Кингерест, я вас забаню сейчас. Лобода восстанавливает терпение. Не видел. Я в Харькове видел ее. Так, как думаете, примут закон, по которому украинцам дадут грин-карту? Сомневаюсь. Елена Ди, спасибо. Только про Луганского сказал, опять вопрос. Вы слушаете меня или нет? Да, они просто зарабатывают бабки. Совершенно верно. Савик предложил смертную казнь для коррупционеров. Что думаете? Я думаю, что Савик лучше бы заткнулся и помолчал. Савик всегда предоставлял за бабки эфир всей этой швали, которая привела сюда войну. Много-много лет я вам рассказывал, что я Савика смотрю с 13 или 14 лет. Вот сколько существует Савик, столько там было Тимошенко и пророссийская шваль любителей русского мира, регионалы. Потом Савик спустя 20 лет разродился с идеей Украину спасет безусловный базовый доход. Знаете, это когда нужно просто всем гражданам, потому что они граждане, выдавать какую-то сумму денег. Просто так, ни за что. Ну, чистое левачество. То есть шустер коммунист. Самый настоящий шустер коммунист. Теперь смертная казнь для коррупционеров. А он коррупционер, если он брал бабки за эфир и пускал туда людей, он себя зачисляет к ним или нет? Шустер такой же лицемер, как эфирчик. Сколько дал он эфир тем, кто в Ютубе пробивался? Тому же Балашову. Он тогда был в топе среди всех таких партий, которые без кормушки какой-то. Сколько он раздал эфиру Балашову? Три раза по три минуты и максимально пытался дураком его выставить. Это просто как пример. Сам Шустер натворил делов. Благодаря его передаче, в том числе, началась война. А Шустер в Дубае живет. Все у него хорошо. И у самого Шустера, собственно, какое-то итальянское, канадское гражданство. Вот вам и Шустер. Почему я говорю, что это вредители, вредители? На самом деле вредители. Свобода слова. Какая это свобода слова? В настоящей свободе слова должны редакторы день и ночь сидеть, отслеживать по соцсетям людей с идеей, которые прорываются, тут же приглашать, давать им слово, если это на телевизоре. Коломойский этого Шустера раскусил очень красиво, кстати. И, кстати, то, что Коломойский сказал, это правда. И сам Шустер, куда он получал бабки? На кипрские компании. А шо ж ты, Савик, не захотел в Украине? У него там для вывески компания. О, ну, потому что нельзя там вещание, все. Людей надо хоть как-то где-то. Но основные бабки на Кипре. Не захотел Савик платить 20% в НДС, 18% в НДФЛ, 1,5% военный сбор, а потом еще налог на дивиденды надо заплатить, чтобы вывести деньги. Налог на зарплату 42% всем сотрудникам. Не хотел Савик платить? Наверняка ж ФОПы были все. Вот вам и Савик Шустер. Поэтому Савику надо заткнуться, перестать давать советы. Это лучшее, что он может сейчас сделать, вид, что его не существует. Хотя я ему желаю хоть сто лет жить. Данил, да, я тоже вам говорю, я собирался, я же так набрасываю себе контент-план. Я сделаю ролик. Друзья, то, что творится в американском телевидении по поводу Украины, я просто в шоке. Я просто в шоке. И меня лично многие люди разочаровывают. Зовут каких-то, генералов, непонятных людей. Ну, как бы я потом гуглю, это популярные люди. Какую чушь они несут вообще в принципе про Восточную Европу, про страны постсовка? Это, ну, надо вообще ничего не понимать. Вот вообще люди ничего не понимают, несут чушь, американцам нравится. Поэтому я говорю и вам сейчас еще больше настаиваю. Будет отдельное видео. Нам надо рассчитывать. Я просто не хочу это говорить на стримах, чтобы потом вы смотрели видео с интересом. Нужно рассчитывать только на себя. Нас все уже раскусили, нас не особо где-то любят. Поверьте, нас не особо где-то любят. Именно какого-то украинца там. Нам посочувствовали все, но всех интересуют они. Так и нас должны интересовать мы. а не с протянутой рукой все время быть. И хвастаться 39 миллиардов золотовалютные резервы, но только не уточняют, что это западные деньги. Это не мы заработали. А что сказал Коломойский? А вы вбейте Коломойский Шустеров в Ютубе. Запад уже проталкивает Украину к переговорам. Если надо, проведет их даже без Украины. Поверьте мне. К Такеру Карлсону у меня отношения неоднозначные. Я его как человека до сих пор до конца не раскусил. Ну, понимаете, американцы любят шоу. И шоу это на чем часто строится. Против течения нужно так резать, чтобы уши вяли. Что он и делает. Он так заработал свой контракт с Fox News на 20 миллионов долларов. Сейчас он вещает в Твиттере. Талантливый человек 100% да. Но иногда такие глупости, я в частности и про него сейчас говорю, такие глупости он донесет, что ты просто думаешь, чувак, ты же вообще не в материале. Вот просто от слова совсем. А просмотры у него 100 миллионов за пару дней в Твиттере. Вот вдумайтесь. Коммунисты самые ярые фанаты русского мира. Конечно. Только эти коммунисты все с айфонами на мерседесах и в итальянских костюмах. Да и кухню они, собственно говоря, любят тоже итальянскую. Чаще всего. И дети у них в Америке учатся или в Британии. Да, Савик, где деньги? Это, наверное, пожалуй, каждый гражданин Украины должен Шустеру в ответ на его советы. Савик, где деньги? Вот троллить его так. Вот Шустер что-то сказал, его дружок Гордон перепечатал, а комментарий внизу Савик, где деньги? В хэштег Савик, где деньги? Это Коломойский, видимо, не додумался докреативить такой хэштег запустить, протроллить его, когда еще эти разборки были. О, времена были, да? Наша самая большая проблема была, это то, что обсуждали по пятницам у Шустера. Знали бы мы, что нас ждет. Ну, я, в принципе, я же вам говорил, я понимал, что не может страна в таком грязи существовать долго. Или диктатура, или какой-то катаклизм. Ну, не бывает такого. Ну, нельзя 30 лет просто врать и рассказывать, что черное это белое. А Зеленскому можно, он сейчас выходит и говорит, черное это белое. Сейчас, поверьте, то, что он освободил командира Вазова, конечно, благое дело, но это все рейтинги его личные поднимают до небес. Люди уже забыли про повышение налогов, тарифов, гетьманцев, а я все это расскажу в следующем видео. Все забыли. В том-то и проблема. И с вашими знакомыми, когда общаетесь, не переубеждайте зеленоботов, фанатов Зеленского. Не надо там спорить. Бесполезно. Не сможете, как и Парахаботов. Просто одно просите. Пожалуйста, разделяй Украину и Зеленского. Это президент, который, можете этого не говорить для себя, это президент, который случайно оказался в этом кресле в такие тяжелые времена. Точка. Но, пожалуйста, не надо так, что кто против Зеленского, тот против Украины. Зеленский это всего лишь человек, а Украина наша страна, наша земля. Это вообще разное. А то сейчас все сводится любишь Зеленского, любишь Украину, не любишь Зеленского, не любишь Украину. Я говорю, это как у Путина. Не любишь Путина, ты не любишь Россию. Это же у них там. У вас были серьезные проблемы с СБУ из-за ваших видеороликов, давили на вас из ОП. Из ОП мне позвонили, я рассказывал это, ну как, не прям из ОП, человек, который там рядом общается, сказал, что заметили. А СБУ, я вообще не против СБУ, но работать я ни на кого не хочу. Посоветуйте сериал, похожий на Дипломатку, спасибо. Родина, Хомленд, 8 сезонов, это Дипломатка, создан от, короче, это сериал от создателей Родины. Потом, Шпион, Шпион, это мини-сериал, классный, Тигеран, ну много таких сериалов. Я делал подборку. Охи Балабол, еще Арестович хороший у него, и ты за кого? Я за Арестовича, да? Грустный Боб, ты будешь грустить в бане. До свидания. Денис, как считаете, у нас есть кто-то ультиматум поставить агрессору на переговорах, если Денис? Не понял вопрос. Как это мы можем ставить условия агрессору? У нас ядерное оружие есть? Или армия, деньги, вооружение? Единственное, кто может поставить ультиматум, это Америка, Россия. Не, жизнь в Майами вещать я не могу, честно. Когда кто-то в окопах, ну меня, вы видите, там три фотографии выставил, я не могу. Я не могу заходить и слушать, я вам сказал про Луганск. Хороший он, может и хороший, я же ничего поганого про него не сказал. Где ваш инстаграм найти? Под каждым видео есть мультиссылка на все мои соцсети. Там и тикток, инстаграм и все. Телеграм ссылка здесь в закрепленном комментарии. Подпишитесь, пожалуйста, и лайк обязательно поставьте, это важно. нет любимых брендов одежды. Фильмы украинского вырубництва не помню, когда дивился. Переклады майже завжди, когда я украинский, я выбираю украинский, а сами фильмы ничего его гарного не бачу. Отмена дубляжа на украинском это глупость, просто несусветная. Денис, я ничего не забыл. Вы образовали Викторию Спарц. Люди, я образовал Викторию Спарц. Как вам? Которую я хвалил всегда, и мои подписчики знают. Вы образовали Викторию Спарц. А, как образовали Викторию Спарц, Ченгар, Баканов, 50 джипов, Тахо, гуманитар, Купсионеры, Слуги. Так, подождите. Вы так пишете, давайте еще раз. Денис, я ничего не забыл. А, как образовали Викторию Спарц, Ченгар, Баканов, 50 джипов, Тахо, гуманитарка, коррупционеры. После запятых ставьте пробел всегда. Коррупционеры, Слуги народа, подождите тарифы законопроизводства. Да, Анатолий, у вас стилистика. Да, я с вами согласен. Извините, чуть ли не наехал на вас. Просто бывает такое, что люди несусветные. Как вы, Денис, относитесь к решению США о поставке кассетных бомб? Я в ужасе, что с нами будет? А что с нами будет? Их что, поставили, чтобы вас или меня убивать? Я не могу понять. Вот вам, пожалуйста. Вот видите, Анатолий, почему я чуть ли на вас не наехал? Вот пишет человек, говорит, ему 69 лет. И он говорит, я в ужасе, кассетные бомбы поставили Украине, чтобы выгнать врага со своей территории. А я в восторге. Роман Голубев, вы за просто пургу идете в бан. Друзья, мы пересидели уже. Спасибо всем, кто уделил 2 часа, даже больше, 2.20 в воскресенье. Пожалуйста, обязательно подпишитесь здесь, во всех соцсетях, особенно Телеграм важен. И поставьте лайк перед выходом. Все, всем спасибо, пока.